Народная славянская радио 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 Эта церковь находится на острове Мул. И здесь изображен Радомир Магдалина. Магдалина в ожидании наследника. Как видите, мы видим славянские лица. Второй рисунок. На нем изображена Магдалина и двое ее детей. Великолепный, чудесный витраж. И на третьем рисунке тоже изображение только уже Радомира со своими детьми. Магдалина с сыном Святодаром и дочерью Вестой. И то же самое на третьем витраже. Радомир на руках держит сына Святодара и рядом дочерь Веста. Рядом на третьем витраже вы можете видеть фигуру католического священника, священнослужителя. И вот интересная деталь. Он одет в форму католической церкви. А две тысячи лет тому назад это никоим образом не могло быть. Потому что нам рассказывают, что Иисус Христос был на земле две тысячи лет тому назад. А никакой католической церкви тогда и близко не было. И это вот одно из подтверждений, которое доказывает рождение Иисуса Радомира только в XI веке. Вот эти три рисунка, три витража я взял из книги Светланы Левашовой «Откровения». Об этом скажем чуть-чуть позже. А пока давайте вернемся и рассмотрим саму эпоху, когда был Радомир, Иисус Христос. Так вот, до появления на историческом уровне Радомира, Иисуса Христа, который был носителем ведических традиций, в это время в Европе был культ Дионисия, который себя полностью дискредитировал. А коль Дионисия царствовал в Европе со времен Константина I Великого? Напомню, что Константин I Великий – это правитель Галии, одной из первых отколовшихся провинций Великой Славяно-Арийской Ведической Империи. Так вот, Иисус Христос или Радомир своими деяниями, он всколыхнул всю Европу того времени. И отцы греческой религии, поскольку так она называлась еще в X веке нашей эры, и стоящие за ними иудейские священники, решили, что Иисус Христос, Радомир, будут хорошим кандидатом для роли новой Мессии. И вот они, как говорится, подсуетились, и в мире появилась новая, в кавычках, религия, которая была прикрыта в прямом переносном смысле светлым и чистым именем человека, который как раз-то всю свою создательную жизнь боролся с социальными паразитами, и которые использовали иудаизм и его разновидности, чтобы поработить народы. И, кстати, одним из первыми жертвами паразитической системы стали сами иудеи. И в Библии об этом фальсификаторы оставили, допустили ошибочку, оставили тех, что Иисус Христос говорит о том, что я послан только к овцам, погибшим овцам в Израиле. И вот таким образом, очень быстро, греческая религия превратилась в христианство. Но, понимаете, тут возникла очень серьезная проблема для фальсификаторов в XII веке. Потому что после того, как Иисуса Христа распяли, значит, на юг Франции переехала его жена, любимая жена, мать его детей Мария Магдалина. Причем она сохранила настоящее учение Иисуса Христа Радомира. И это учение на юге Франции в XII веке очень широко распространяется. И распространяется, и об этом знают все. Причем не только в высших слоях общества того времени, но и в народе. И это учение распространяется все быстрее и быстрее. И вот тут мы переходим к папе Иннокентий III, о котором я говорил в самом начале. Что же делает папа Павел Иннокентий III? Он посылает армию в крестовый поход против истинного учения Иисуса Христа. И 20 лет продолжается сопротивление. Речь пойдет об альбегойцах. То есть на юге Франции, точнее Галии, жили альбегойцы. Там было две провинции, Прованс и Ландегог. А главным городом, значит, был у них... Там жили катары, последователи учения Ардамира, которое сохранила его жена Магдалина. И, значит, через катар это учение доносилось всему народу Галии. Так вот, интересная ситуация. 20 лет крестоносцы, которых сами же катары называли ратью дьявола, уничтожают альбегойцев. И в течение 20 лет их уничтожили. И уничтожили миллион человек. Представляете себе, в XIII веке миллион человек – это две провинции юга Франции. Прованс и Ландегог. И они превратились в настоящие пустыни. И позднее они были заселены вновь. Вот интересно здесь к названию, как прозвали катаров их враги. Главным городом у катаров, как я уже сказал, был город Альби. А катары были Гоями из Альби. А Гоями, вы знаете, иудеевы всех называют, все остальные народы. Поэтому вот, если эти два слова соединить, то и получится Альби-Гойцы. Вот под этим именем они, катары, и вошли в историю. Так вот, чтобы подтвердить вот эти цифры, миллион человек уничтожены в Галии, да, в провинции Прованса, Ландгидог, приведу выдержку из книги, которая называется, кто интересуется, может почитать. Книга доступна, ее можно найти. «Критическая история испанской инквизиции». Автор – Хуан Леоренте. И, значит, там есть статья, вот я цитирую главу 2 статьи, «Начало инквизиции в Нарбонской Галии». Это как раз места, значит, где Альби-Гойцы жили. Что пишет этот Хуан Леоренте? Значит, он пишет. «В 1198 год Иннокентий III увеличивает без перерыва наследие святого Петра, светскую власть над королевствами и их духовный авторитет над епископами. Он посылает комиссаров в Нарбонскую Галию против юридиков-альбегойцев. В период его правления была разгломлена оппозиция альбегойцев-еретиков, действующих на юге Франции». Это первая цитата. Из этой цитаты, кстати, интересная вещь узнается. Видите? 1198 год. А папа посылает комиссаров. Так что слово «комиссары» относится не к 1917 году, а гораздо раньше употреблялось. И вторая выдержка из этой же книги. «Нелегко определить число несчастных альбегойцев, погибших на кострах с 1208 года». Это когда начался поход Иннокентия III, который был годом началом инквизиции. Но нельзя не проникнуться живым состраданием при чтении повествований того времени. Они изображают гибель нескольких миллионов людей среди самых ужасных мучений, как торжество религии, на которой ее божественный основатель напечатлил характер крепости, кротости, человеколюбия, доброжелательства и милосердия. Вот, а теперь два слова об авторе, на которого я ссылаюсь. Автор – это цитата Дон Хуан Антонио Лоренте. Он кем был? Это цитата бывшего секретаря инквизиции двора сановника инспектора школ экономика первосвятительской церкви города Толедо в Испании. Канцлер университета этого же города. Он был награжден кавалером, был кавалером ордена Карла Третьего, членом Королевских Академий Испанской Истории Испанского Языка в Мадриде и прочие-прочие титулы имеет. То есть, это не мои выдумки, и это свидетельствует один из иерархов церкви, который в том числе был инквизитором в Испании. То есть, речь в Европе шла о миллионах уничтоженных людей. Вот каким образом церковь скрыла знания Ордомире и Магдалине и их последовательных катарах. Вот какую цену заплатила Европа за эту тайну. А правду Ордомире Христе, который был распят в 1086 году в Константинополе, о его жене Магдалине, которую убили в 1094 году, правду о катарах Окситании, которые были последователем учения Радомира, человечество знало благодаря Светлане Левашовой из ее замечательной книги Откровения. К несчастью единственной, которую рекомендую слушателям почитать, потому что найдете там очень много интересных фактов на эту тему, поскольку мы здесь рассматриваем тему фальсификации, а все, что связано с Радомиром Магдалиной, там описано просто замечательно, и нигде вы не найдете подобной информации. Так вот, вернемся теперь к витражам. Если мы посмотрим на первый, второй и третий витражи, которые из шотландской церкви Келмор, то вы видите на витражах есть такие черные полосы, толстые или потоньше. Дело в том, что это связано с технологией изготовления самих витражей, то есть витражи это стекла, которым были в храмах закрыты окна, и они расписывались. И поскольку технология изготовления витражей достаточно была примитивная тысячу лет назад, поэтому больших стекол, больших размеров не могли технологически получать, поэтому использовались разные стекла разных размеров и маленькие в том числе и художники, которые разрисовывали эти этражи, использовали их и потом соответствующим образом эти стекла между собой скреплялись и так они заполняли окно. А свет проникающий с улицы он посвящал эти краски и люди, которые находились внутри храма могли видеть картины, которые там изображены. Значит, желающие, интересующиеся этим вопросом могут найти очень большое количество подобных родов витражей в разных храмах и, кстати, там вы найдете подтверждение того, что Радамир и Магдалина люди славянской внешности, да, а вот эту технологическую особенность, что витраж состоит из нескольких кусков стекла, да, стали использовать фальсификаторы в своих целях и это чуть ниже мы с вами сейчас увидим. Для этого пожалуйста откройте следующий значит рисунок четвертый это витраж из монастыря святого Иеронима в городе Лиссабоне из Португалии ну желающие могут найти этот фотографий этого витража на сайте например Википедии так вот мы сейчас с вами его более внимательно рассмотрим этот витраж он видите цветной ярко раскрашенный и на нем изображена Магдалина с ребенком но чтобы фальсифицировать персонажа витража что сделали фальсификаторы они изменили форму бровей и глаз женщины с грубыми нарушениями они изобразили ненормальные укороченные такие в кавычках полузакрытые веки вот особенно это хорошо будет видно если вы откроете еще значит следующие рисунки это шестой и седьмой наверное а там седьмой и восьмой тоже пятый шестой и седьмой пятый шестой и седьмой вот на в частности на шестом рисунке где Магдалина да лицо ее я просто увеличил этот рисунок и сделал крупнее да и на седьмом там рисунок лица ребенка так вот очень то что я сейчас перечислил по поводу глаз видите мазнули чуть-чуть по губам и получилась нижняя утащенная губа зрачки изменили окантовку сделали резкую значит бровей у носа у Магдалины нос видите мазнули кистью и уже форма носа изменилась такая монголоидная монголоидная да зрачки изменились то есть им же надо было все-таки каким-то образом показать что национальность их другая иудейская да ведь по всем значит библейским описаниям это иудеи и Магдалина и Иисус и посмотрите следующий рисунок как они там ребенка тоже изуродовали да видите и форму носа изменили и веки такие сделали жирные и брови все что я перечислил да а вот если вы сравните вот эти два-три рисунка о которых я сейчас говорю с предыдущими тремя первыми тремя витражами которые из Шотландии да то будет понятна фальсификация то есть например вот где Магдалина рисунок Магдалина да лицо видите там нижняя часть лица вообще ее овал лица выделен жирным черным цветом вот это то что я вам говорил ранее о том что искусственно якобы создают будто значит витраж разбит на такие отдельные осколки и вот пользуются тем что выделяют такие места а тем самым они видите фальсифицируют внешность человека а вот этих таких подчеркиваний лица если вы посмотрите на первом втором третьем рисунке да которая шотландия там лица совершенно четкие то есть там не фальсифицированы то есть вот это я вам сейчас показываю так сказать технологические методы которые используют фальсификаторы при фальсификации так вот еще раз вернемся к гравюре значит цветной гравюре цветном витражу это у нас рисунок сейчас вам скажу какой четвертый где магдалина с ребенком фальсифицирован витраж то есть для изменения внешности здесь фальсификаторы используют жирную теневую окантовку лиц глаз бровей рта а вот этого мы как раз и не видим на витражах которые из книги Левашова я привел вот таким грубым образом фальсификаторы создали нужный им национальный колорит лиц кроме того они постарались сделать непонятным сюжет витража вот если вы внимательно посмотрите вы видите что витраж раскрашен в огромное количество разных цветов причем ну чуть ли не все так сказать весь спектр цветов и что мы видим мы видим что здесь изображение магдалина со своим сыном а сверху две сущности и они коронуют ее древней короной мировингов был такой обряд об этом обряде я скажу попозже так вот фальсификаторы преследовали здесь несколько целей то есть как мы сказали ранее они изменили значит лица значит магдалины и ребенка чтобы передать соответственно национальный колорит но кроме того у них стоит задача так сказать изменить сам сюжет чтобы люди не понимали где это происходит поэтому значит вот на заднем плане они фальсифицируют раскрасили задний план там где под этими сущностями которые держат корону вы видите там здание это здание Константинополя а для того чтобы скрыть чтобы потому что люди ведь раньше знали гравюры и эти витражи там когда пошло книгопечатание распространялись и информация доходила и художники ведь передают образ очень тщательно рисуются и соблюдают все нюансы и тонкости чтобы показать чтобы у зрителя было представление что это дело происходило в Константинополе так вот для того чтобы разрушить сам вид Константинополя да и показать что там горы были вот они взяли у этих сущностей двух ангелов с крылышками и держащие корону сделали и ноги и длинную одежду чтобы скрыть вот еще там дополнительные здания или горы которые там на заднем плане присутствуют а внизу видите море раскрашено как из лоскутков сделаны да и опять же по тому принципу тому же принципу как будто это сделано из отдельных стекол потому что каждый такой лоскуток выделен отдельным элементом это вот специально так сделано фальсификаторами чтобы разрушить образ а для чего они это сделали такое цветное море видите кораблики плавают а на корабликах кресты кораблики в красный цвет выкрасили а на парусах которые белые обычно не желтый цвет их покрасили в желтый цвет красные кресты тамплиеров и этих кораблей очень много для этого взяли у Магдалины нарисовали еще длинное одеяние его расширили вниз и куски небесной тверди в кавычках вот эти камни которые коричневого прочего цвета которые прорисовали для того чтобы на море не были отчетливо видны корабли тамплиеров и они не бросались в глаза потому что все это вместе взятое подтверждает что это все происходило распятие ордомира происходило в Константинополе и тамплиеры как раз и пошли в Константинополь и насколько кто интересуется кто помнит историю то пошли они не в 1200 году понимаете спустя 1100 лет после того как родомира распяли распяли то есть спали спали 1100 лет значит проснулись крестоносцы тамплиеры и решили пойти мстить через тысячу лет мстить за значит поруганного и распятого Иисуса Христа вот вот поэтому то и раскрасили кусочками состоящих из кусочков моря красным цветом выкрасили корабли паруса покрасили желтым цветом чтобы не бросались в глаза кресты тамплиеров а все описанное что описано в новом завете не происходило на ближнем востоке на территории современного Израиля как об этом сейчас говорят да и пишут а происходило в городе который известен под именем Константинополь а вот путинцу эту специально было создали с названием города поскольку в те времена Иерусалим это не было названия конкретного города вот город где находился правитель страны называть столицей так а место где находилась ставка первосвященника любой религии в древности называлась Иерусалимом и поэтому вот если было несколько значит первосвященников в стране да разной религии то у них в этой стране было несколько Иерусалимов согласно числу этих первосвященников а иногда бывала ситуация когда правитель страны и первосвященник имели свои ставки в одном и том же городе и тогда получается что город имел двойное название ну светская это была столица а духовная Иерусалим ну столица каждого государства еще же имела свое название ну как Константинополь там Византия разные были названия да так и так как главная резиденция правительства страны она же могла и переехать сейчас же столицы перемещаются с одного города в другое тоже делалось и раньше и поэтому новый город уже назывался столицей и поэтому было много Иерусалимов так вот это вот и использовали фальсификаторы для того чтобы перенести значит место распятия Радомира из Константинополя в так называемый нынешний Иерусалим который находится значит в Израиле сейчас так вот еще раз повторюсь что на этом витраже из Глиссабона изображена коронация Магдалины короны Мировингов из трехлистников и на фоне Константинополя и Иерусалима где находилась ставка пересвященника культа Дионисия греческой религии а потом уже эту греческую религию в 12 веке она получила название христианства после того как распяли Радомира и Радомир был распят в Константинополе в 1086 году поэтому и художник изобразил Магдалину на фоне кораблей рыцарей храма тамплиеров а тамплиеры пошли в первый крестовый поход чтобы наказать убийц крестовых в 1095 в 1099 году то есть это фактически через 9 лет после распятия Радомира и через год после того как убили Магдалину а не через 1100 лет как вот нам в истории сообщается а вот сейчас я хочу вам процитировать интересную информацию из книги Светланы Левашовой откровения о рыцарях храма тамплиерах тамплиеры поклялись кровью Магдалины самой святой для них кровью отомстить за ее смерть именно с тех пор и носили рыцари храма белые плащи с красными крестами только почти никто из посторонних никогда не знал их истинного значения и все почему-то очень быстро позабыли что рыцари храма до гибели Магдалины одевались в простые темно-коричневые балахоны и совсем не были не украшены никакими крестами рыцари храма как и катары ненавидели крест в том смысле в котором почитает его христианская церковь они считали его подлым и злым орудием убийства орудием смерти и то что они рисовали у себя на груди крови Магдалины имело совершенно другое значение просто церковь перекроила полностью значение рыцарей храма под свои нужды как и все остальное касающееся Радомира и Магдалины точно так же уже после смерти она во всеуслышание объявила погибшую Мандалину уличной женщиной также она отрицала детей Христа и его женитьбу на Магдалине также уничтожила их обоих во имя веры Христа с которой они оба всю жизнь яростно боролись также она уничтожила Катар пользуясь именем Христа именем человека вере и знанию которых они учили также уничтожила и тамплиеров рыцарей храма объявив их приспешниками дьявола оболгав их и облив грязью их деяния и пошли в самого магистра который являлся прямым потомком Радомира и Магдалины и вот избавившись от всех кто хоть каким-то как-то мог указать на низость и подлость святейших дьяволах Рима церковь создала легенду которая надежно подтвердила неопровержимыми в кавычках доказательствами коих коих никто никогда почему-то никто не проверял и никому не приходило в голову хотя бы подумать о происходящем вот после этой замечательной цитаты продолжим анализ значит этого витража да да хорошо продолжим анализ я просто хочу напомнить что если вдруг понадобится музыкальная пауза давайте быстро паузу пусть как говорится народ переварит информацию немножко хорошо включаем арт-студию русское небо силы русские вы слушаете народное славянское радио продолжаем разговор продолжаем разговор на народном славянском радио напоминаю что по одному из современных календарей 13 июля 2016 года среда по одному из старинных 12 день месяца получения даров природы 7524 лета пятница мы продолжаем эфир посвященный теме методы фальсификации культуры и искусства часть 4 главный автор сведущий Феденко Леонид Григорьевич и так продолжаем разбирать что же там нарисовано на этих витражах продолжим значит вот чтобы поставить заключенную точку с витражом из Португалии значит сверху витража вы видите вы видите там нарисованы два ангела два сущности то есть такие же технологические решения фальсификаторы применили к изображению вот этих двух ангелов сущностей то есть они держат в руках древнюю корону Мировингли из трех листников а вот там еще я привожу один рисунок который я сделал черно-белым этот рисунок там видно так вот раскрасив эту корону цветом они ее выкрасили в красный цвет и рядом такого же цвета фон и тем самым они эту корону как бы скрыли и вот раскрасив красным цветом изменив контур фальсификаторы скрыли вот эту изображенную древнюю корону Мировингов из трех листников вот к этой короне Мировингов из трех листников мы еще вернемся в дальнейшем поэтому я просто акцентирую на этом и заканчиваю рассмотрение этого витража и пожалуйста переключите на рисунок 4А это картина известная картина выдающегося художника Тициана Эссэхома этот человек ну по значит версии по легенде о том что Понти Пилат когда вышел к иудеям и после разговора значит с Иисусом Христом и вывел его значит на балкон и сказал вот это человек настоящий подразумевает настоящий человек вот на картине Тициана вы видите что многие авторы совсем сохранилось множество свидетельств тому что это свидетельств в виде картин известных и супер известных художников которые совсем не так изображали события связанные с именами Радамира Магдалины как об этом говорится в существующих библейских описаниях и видите на этом на картине Тициана Понти Пилат одет как боярин русский боярин средних веков и это как раз и подтверждает факт того что Константинополь был столицей той части отколовшись которую назвали Византией Ромей да значит со времен царствования императора Константина когда он отошел от ведических традиций и ему просто предложили стать пожизненным императором если примешь значит христианство сделаешь государственной религией на что он и согласился и это вот как раз доказательство того что не распадалась никакая древняя римская империя и не возникало там которая никогда не была не возникало там византийская византии это Ромея она была возникла но она возникала из чего из осколков тех провинций которые отделились от великой ведической империи то есть целью фальсификаторов было все время скрыть информацию о том что существовала единая славяно-арийская ведическая империя которая занимала всю территорию нынешнего материка Европы и Азии и называлась она в те времена Асия так вот вернемся к тому пожалуйста перейдите на рисунок номер 8 это как раз одна из еще одна иллюстрация того что совсем по-другому изображали художники события значит это вот библейские события это картина Антонелла Домесина Домесина 1475 года распятие называется и она находится в Лондоне в Национальной галерее как видите здесь художник нарисовал значит распятие на фоне моря а как вы знаете причем это не один Демасин он рисовал так ну вот из дело в том что ведь он на карте показал вид с горы в Константинополе да где состоялось распятие Радомира Христа и он нарисовал море которое в Иерусалиме в Израиле невозможно увидеть поскольку город находится в 80 километрах от берега Средиземного моря и таких вот картин где художники изображают море их много я просто вот для тех кто интересуется могу еще назвать картину Лукаси Синьерелли значит и есть еще известные авторы Альберт Дюрер вот а вообще и множество других художников изображали подобное значит распятие на фоне моря так вот сейчас давайте пожалуйста перейдите на следующий рисунок который у нас девятый номер это это картина голландского художника Ян Ван Эйка называется тоже распятие это створка диптиха то есть там две доски которые на эту тему вот это одна из них вот внимательно давайте посмотрим на эту картину художника то есть здесь видите если исходить с точки зрения библейских сюжетов да то да пожалуйста еще возьмите откройте и следующий рисунок десятый где я просто сделал увеличенный фрагмент в крупном плане заднего плана крупно сделал просто так вот что внимательно посмотрим что здесь изображено вот если следовать исторической версии то вот художник Ян Ван Эйк много ошибок надел и несуразности на своей картине распятия потому что согласно христианскому преданию вот Центурион Лангин римский воин который пронзает копьем бог распятого Иисуса на картине вы это видите да он изображен художником меховой шапки римлян они все там в тогах чуть ли не без штанов бегают да с мечами а тут меховой шапки февраль месяц 1086 года в Константинополе не жарко в Константинополе в это время вот такие же шапки одежды средних веков можно видеть на большинстве изображенных фигур на этой картине потом посмотрите на заднем плане что вы видите крупного фрагмента 9 рыцарей или 10 точно не помню посчитать можно 10 средневековых рыцарей изображено на переднем плане слева всадник на лошади это когда вы посмотрите всю картину целиком имеет шпоры и стремена потому что 2000 лет назад никаких стремян и шпор не было прямо по центру картины на заднем плане художник изобразил собор Святой Софии вот здесь давайте посмотрим помнимательнее и пожалуйста еще откройте следующий рисунок номер 11 где я привожу фотографию нынешнюю так сказать нынешний вид собор Святой Софии в Константинополе это же бывший ведический собор потом его сделали христианским после распятия Радомира потом и вот наверху на шпиле там над куполом там был трехлистник сначала потом появился крест а потом сейчас там насколько вы знаете мусульманские полумесяц так вот видите с правой стороны на фотографии значит Софии да море видно да а теперь возвращаемся на фрагмент увеличенный фрагмент который я сделал картины распятия прямо по центру мы видим где вот в середине распятия Радомира Христа да от него справа от ног мы видим вот как раз и Софийский собор и фальсификаторы для того чтобы скрыть четыре минарета которые там по бокам они видите нарисовали такие копья рыцарей вот этих с копьями и вообще так вот ни один художник как бы нормальный художник так делать не будет то есть он никогда он выписывает тщательно выписывает задний план допустим да обычно а потом начинает себе создавать проблемы изобразил тщательно задний план а потом какими-то элементами переднего или среднего плана начинает свою композицию разрушать так никто не делает это нонсенс а вот фальсификаторы как раз и для того чтобы с правой стороны от собора Святой Софии скрыть море на фотографии оно видно да закрасили море грязными тонами так что зритель не в состоянии понять что там изображено то ли это холмы то ли деревья с торчащими верхушками то ли торчащие верхушки зданий то есть вот благодаря того что они разрушают задний план да и нарисовали вот эти копья для того чтобы скрыть следы своей работы по фальсификации для того чтобы они же брали у собора Святой Софии четыре минарета они бы явно указывали на место действия а вот если говорить о картинах Ян Ван Эйка да то это такой художник что в композициях у него ну все великолепно понимаете и портретное изображение и пейзаж интерьер и натюрморт и его вообще творчество характеризует чрезвычайная тщательность изображения каждого предмета он вообще великолепно показывает и красоту и фактуру поверхности вот я вам просто цитату который не мои слова а то что пишут искусловеды о творчестве Яна Ван Эйка вот что они пишут детали и целое находится в органической взаимосвязи у него архитектурные элементы предметы обстановки цветущие растения роскошные ткани украшенные драгоценными камнями как бы воплощают все частицы бесконечной красоты мироздания исполненный свет и воздух панорамный пейзаж вот с этими словами трудно не согласиться и вот если вы сейчас переключитесь на двенадцатый рисунок это картина опять же этого художника Ян Ван Эйка называется Мадонна канцлера Ролена находится она в Лувре в Париже написано в 1435 году кстати сюжет видите все фальсификаторы потом чтобы сказать что резонанс был по всей Европе такой мощнейший от учения Радомира которое проповедовала его жена Магдалина и что об этом учении знали во всех слоях общества от высшего общества до низов и как видите на этой картине опять же в правом углу вы видите сущность и опять идет сцена коронования Магдалины короны Мировингов она если увеличить этот рисунок очень великолепно нарисованно изящно красиво художник изобразил эту корону то есть везде один и тот же сюжет и вот этот сюжет коронования древней короны Мировингов картин этих можно привести ну желающие могут посмотреть их сотни понимаете то есть этот сюжет был очень распространенный со времен значит того как учение Радомира пошло по Европе и распространялось с катарами так вот вернемся теперь к художнику Эйку вы видите вот это его картина да тут изображена опять же Магдалина называется она Мадонна канцлера Релена ну как говорится бог им судья хотя я богу не верю но вот так они назвали ее а посредине вы видите две фигуры да в центре сзади вид сзади и вот пожалуйста перейдите на следующую значит 13 рисунок вы как раз две эти фигуры и видите центральный увеличенный кусок вы видите с какой изяществом как точно и великолепно изображал Ян Вайк все детали этой картины вы видите на этой картине изображен мост на мосту идут пешеходы там нарисованы лодки которые на приезде привязаны к берегу нарисованы лодки которые переправляются через значит водную значит преграду то есть все детали отображены просто великолепно и если мы опять вернемся значит после вот этих же картин одного и того же художника который тщательно и великолепно изображает все детали вернемся к увеличенному фрагменту картины распятия Ян Вайка и значит это у нас десятый рисунок и посмотрите на правую сторону от собора Святой Софии вы видите что там замазано и море совершенно не видно вот таким вот путем с помощью дополнительных разрушений дополнительного разрушения заднего плана для того чтобы скрыть свою фальсификацию в виде копий у рыцарей да они скрывают свои следы вот подобную же технологию мы сейчас с вами увидим еще на одной который применяет фальсификаторы еще на одной картине пожалуйста переключитесь на значит картину 14 это миниатюра тоже называется распятие и она из великолепного часа слова герцога берийского есть такой документ видите это вся картина в голубых тонах желто-голубых тонах да вот вся сама картина задний план да вот это сделано преднамеренно раскрашив в голубой цвет потому что задний план фактически весь голубой да для того чтобы скрыть то же самое море которое присутствует на картине и мало того они в этот же голубой цвет покрасили вот этих ангелов сущности которые обрамляют всю эту картину да вот это один из технологических методов фальсификаторов вот они первым делом это же гравюры понимаете они были гравюры в книгах они не цветные это позднее их стали вручную раскрашивать а они были цветной печати не было они не цветные поэтому вот чтобы скрыть море опять же они используют тот же самый прием как и на картине Ван Эйка значит вот сейчас пожалуйста откройте следующие две два рисунка это увеличенный рисунок 15 и 16 и 17 3 вот 15 это увеличенный рисунок я взял выделил часть заднего плана да и увеличил его и сделал черно-белым чтобы цвет убрать и вы видите что на этом рисунке видно море а фальсификаторы используют тот же самый прием как и на картине Ван Эйка видите они здесь не 10 рыцарей нарисовали а толпу которые наблюдают за распятием превратили в воинов и какие-то воины вы можете и причем значит у всех копья а какие лица у воинов там и женщины присутствуют которых римских воинов превратили художник очень хорошо видите изобразил лица но их всех снабдили теми же самыми копьями только в совершенно гораздо большем количестве чем у Ван Эйка я уж не помню я кажется считал там по-моему порядка 50 точно сейчас не назову цифру то есть вот как видите на этом значит на этом рисунке и на этих увеличенных фотографиях где лица римских воинов в кавычках да и значит копия у них огромное количество они эти копии используются с той же целью чтобы разрушить задний план и скрыть то что там изображено что изображено изображен Константинополь и море и вот таких рисунков гравюр и художественных произведений очень много где художники рисовали распятие на значит в Константинополе и на фоне именно где изображено море вот из известных я еще могу как я уже говорил назвать Кайбрехта Деррера его картина снятия с креста и Лука Синерелли известный художник распятие с Марией Магдалиной и вот эти при желании можете посмотреть эти картины там то же самое изображено море и еще кроме того существует много картин менее известных художников где так же изображалось распятие на фоне моря мало того есть значит картины на которых изображен например флаг значит Византийской империи да с двуглавым орлом причем он на переднем плане и это выдают что это Римская империя понимаете вот такие перлы фальсификаторов сохранились и до сих пор и есть и тем не менее вот как говорится пудрят мозги людям подобного рода информации так что при желании кто хочет найти он может еще дополнительную информацию найти по этому поводу у меня в моем архиве таких рисунков очень много значит вот пожалуйста откройте теперь следующий рисунок номер 18 да 18 это картина итальянского художника Сандра Баттичелли называется Мария с младенцем Христом и шестью ангелами это 1487 год реально на картине видите изображена опять же Мария Магдалина вот со своим сыном Святодаром и со своими учениками вот катарами и некоторых фальсификаторы видите даже на картине великого Сандра Баттичелли взяли и прерисовали превратили их в ангелов ну надо же было придать религиозный смысл этой картине вот и они рисовали крылья им причем видите как грамотно сделали крылья рисовали в цвет цвету волос блондин значит там блондинистые крылья шатен значит у него коричневатый и так далее и поэтому вот после того как каждому персонажу подавляли свой цвет крыльев в тону цвета одежды и волос поэтому они уже и другую картину того же Сандра Баттичелли там культурологи искусствоведы историки соответственно назвали Мадонны с восьми поющими ангелами вот можете ее посмотреть на девятнадцатом рисунке значит здесь опять же видите у ангелов крыльев нет но не поместились крылья у Баттичелли рисунок поменьше в тот они впихнули крылья а здесь крылья не помещаются а здесь то же самое видите нарисовано один и тот же сюжет то есть на этой картине Сандра Баттичелли изобразил коронацию Магдалины короны Мировингов на руках у нее сын Святодар а рядом стоят ее ученики еще видите на картине изображены так называемые королевские лилии вот королевские лилии они в Западной Европе так же как трехлистник стали символом вот как раз Мировингов и иногда вместо трехлистника рисовали вот и рисуют королевские лилии я честно говоря не изучал этот вопрос версии по этому поводу у меня нет а вот следующий рисунок там я просто увеличил 20 рисунок да это вот увеличенный фрагмент короны Мировингов да вот предыдущих радиоэфирах мы говорили когда говорили о фальсификации и говорили о значит вот этих древних символах ведических трехлистники и короне Мировингов да я приводил пример что вот есть такая книга по Геральдике автор ее фон Винклер ну известный геральдист это это если кто интересуется Геральдике или хочет поинтересоваться у него там три книги и значит их можно в сети интернета найти почитать там очень много интересных фактов так вот фон Винклер пишет что древняя корона он приводит эту древнюю корону Мировингов и пишет что это древняя корона но она не существовала вот потому что ну не вписывается она понимаете а эта древняя корона Мировингов она везде и самое интересное что она же является основой всех корон которые существуют и известны британская корона там польская корона те же короны значит русских царей на многих этих рисунках русские цари тоже значит если увеличить те рисунки которые сохранились они изображены как раз в короне Мировингов то есть это я вот значит в своей книге об этом написал что вот это когда я в книге анализирую рисунки из известной книги Марка Пола о том как он хождение его было якобы в Китай а реально он ездил в Великую Тартарию и там тоже он приводит значит рисунки всех ханов и они все у них у всех на голове это корона Мировингов из Трехлестников то есть это корона ведической славяно-арийской ведической империи и вот если вы сейчас откроете 21 рисунок да то это значит здесь показаны короли из династии Мировингов это вообще картинка из истории Франции и вот у всех особенно первых значит королей у них у всех как раз на голове корона Мировингов да так вот а в руках эти все короли да Мировинги представители держат значит жезл и жезл сверху украшен как раз трехлистником как я говорил ранее этот трехлистник был на всех на вершины всех ведических храмах в том числе и на храме Василия Блаженного значит существуют старинные грабюры где значит вот часть церквей там собор Василия Блаженного он же построен из нескольких церквей да и на части там кресты пририсовали а на части трехлистники изображены то есть медический храм и вот значит возвращаемся теперь к чему возвращаемся как бы к началу с чего мы начали говорить то есть мы рассмотрели казалось бы небольшой кусок да фальсификации и связано с чем что с изображением фальсификации картин художников витражей да мы рассмотрели здесь ограниченное количество а таких витражей и картин как я уже говорил очень много и если вы уже имеете представление как это фальсифицировать то сами самостоятельно можете поискать в интернете различные изображения витражей и найдете там подтверждение того что Радомира и Магдалина были имели славянскую внешность и таких витражей еще достаточно можно найти не все они переделаны и они есть как во Франции так и в других государствах а теперь как бы вернемся назад то есть когда то что я немножко подытожим о чем мы сегодня говорили то есть когда начали отпочковываться первые западные провинции от славяно-арийской ведической империи и стали уходить от пути ведического пути да то стали империя так сказать не стояла в стороне она стала направлять своих туда наместников и вот такими наместниками были которые приходили в западную Европу были мировинги то есть я уже говорил в предыдущей передаче они себя так называли мы ра в Инглии то есть мы несем свет ра мы свет в Инглии несем свет да так вот они пришли в Галию та которая откололась да и вот были первыми значит королями в Галии и об этом пишет известный историк Классен цитату я точно не помню но хотя возможно я сейчас вам ее и быстро процитирую то есть он пишет что Классен пишет в книге новые материалы для древнейшей истории славян он они это он говорит о значит западных историках и о том что они фальсифицируют прошлое он пишет они забыли конечно Мировея Венделика родоначальника мировингов ведшего славянский алфавит у побежденных им народов и старавшегося ввести и сам язык славянский то есть видите Классен знал прекрасно о том что вот первые мировинги как раз и пришли для того чтобы освободить те значит коловшиеся империи во-первых там было жирабство они их освобождали и поэтому и называли Галлы которые жили в Галле они называли мировингов франками что означало свободные а те были рабами в своей стране и вот мировинги а они были представителями значит касты значит воинов магов то есть они могли управлять и погодой и лечили значит людей и вот этот ритуал который существовал обряд коронования короны мировингов да это обряд славяно-арийской ведической империи и потом вот фальсификаторы темные они же ничего не придумывают социальные паразиты они все берут и все переначивают наизнанку поворачивают что было черное становится белым что было белым становится черным то есть они взяли этот же обряд коронования короны мировингов и перенесли его уже значит в коронование когда сделали в конкретных там отколовшихся провинциях империи значит наследных королей императоров и прочих а сохранили только внешнюю сторону то есть обряд коронования и то его извратили а смысл этого обряда состоял в следующем что человек который получал а он избирался в империи славяно-арийской ведической империи человек избирался на какой-то высокий пост избирался среди себе подобных и когда человек избирался то его короновали вот этой короны мировингов все наместники славяно-арийской ведической империи носили подобную корону и это вы найдете кучу подтверждений на различных картах различных документах которые существуют так сказать еще и фальсифицированы или не фальсифицированы но смысл этого обряда и посвящения заключался в том что человек которого короновали этой короной мировингов был достоин его избирали во-первых не назначали а избирали и когда он одевал эту корону он принимал ответственность за всех людей которыми он руководил а это ответственность принятие ответственности за людей это не значит как распоряжаться как разделяя власть принцип который темные внедрили в этих отколовшихся окраинах империи поэтому вот память об этом так долго и сохранялась и сохраняется и до сих пор и вы видите на всех на многих художественных произведениях разных художников в разных странах если вы сделаете поиск и поизучаете этот материал вы найдете огромное количество а коронование Марии Магдалины от короны это уже понимаете это символическое коронование то есть это уже люди народы Европы и что было отражено в произведениях художников имели такой резонанс с учением Радомира Христа который принесла Мария Магдалина в Европу после того как она из Константинополя переехала в Нормонскую Галлию кстати где находится до сих пор часовня 12 века где она якобы там похоронена спрашивается кто это спустя тысячу лет ее туда переносил а все все соответствует действительности так вот тот резонанс который захватил все слои общества Европы учения Радомира которое благодаря его жене Марии Магдалине и Катарам ее ученикам было значит принесено в Европу и во все слои общества и нашло резонанс и соответствующее отношение к этому учению и которое подменили в дальнейшем вот этот резонанс эта любовь и вылилось вот в такое огромное количество произведений искусства а их сотни где отображен один и тот же сюжет на котором изображена Мария Магдалина и на которой изображен обряд посвящения ее корнование ее короной древней короны Миробингов вот на этой точке я бы хотел закончить хорошо хорошо благодарю ну что ж вопросы у нас уже в чате появились так что мы можем сейчас небольшую музыкальную паузу сделать и потом перейти уже к вопросам к обсуждению того что услышали хорошо хорошо ну все тогда немножечко отдыхаем вы слушаете народное славянское радио продолжаем разговор продолжаем разговор на народном славянском радио напоминаю что по одному из современных календарей 13 июля 2016 года среда по одному из старинных 12 день месяца получения даров природы 7500 24 лет это пятница мы продолжаем эфир который называется методы фальсификации культуры и искусства часть 4 автор соведущий Фиденко Леонид Григорьевич и так после вот такой интересной лекции с картинками с иллюстрациями с разъяснением того что на них нарисовано и что там сфальсифицировано мы переходим к вопросам которые поступали в чате народного славянского радио те кто еще не в курсе я напомню что чат народного славянского радио находится на сайте славомир.org на него попасть просто в любом поисковике набирайте народное славянское радио ищите дальше слово чат на этом сайте и попав на чат вам необходимо будет или ввести свой логин пароль который вы уже до этого при регистрации вводили либо придумать логин пароль указать e-mail куда будут приходить письма о регистрации и в общем-то все это делается один раз и после этого вы можете задавать вопросы в чате можете общаться с друзьями можете задавать вопросы в эфир итак те вопросы которые поступили мы сейчас как раз и будем озвучивать итак вопрос эфира от Виктора Леонидовича на каком основании говорите что Иисус это родомир разве не могло быть так что родомир и был Иисус а может было несколько учителей с похожими учениями вопрос не совсем понятен значит на каком основании говорите что Иисус это родомир а может быть родомир и был Иисус ну вот какodulation Ну, может быть, просто не совсем не было ИСУСТа, может быть, просто не выскочило. А, нет, другая делается не было. Мы можем допускать опечатки. Если не было, тогда понятно, а то я не совсем понял. Давайте просто разберем вариант. А может быть, несколько учителей с похожими учениями. Дело в том, что мы, понимаете, я сейчас вот сослался, что Радомир, что его звали Радомир, да, и сослался, что почитайте книгу Светланы Левашовой, которая впервые открыла человечеству, и за это человечество должно быть ей благодарна только лишь за это, где она в этой книге как раз и рассказала, и доказала, не просто, а доказала, понимаете. Поэтому я всю книгу не могу при всем желании пересказать, поэтому я всех отсылаю прочитать, изучить эту книгу. Вот она, эта книга сопровождается многими фактами, и где полностью подтверждено и отвечено на вопросы. Что такое священный Грааль? Значит, ну, в общем, все вопросы, и вопросы по плащанице, и прочее-прочее, все вопросы, которые, так сказать, есть у современных авторов, которые пишут на эту тему, и которые и давно пишут, и на эту тему литературы такое огромное количество. По крайней мере, я очень много прочитал. И дело в том, что вот Николай Левашов еще приводил такой пример на своей встрече, что, значит, у него была эта книга, и есть, я не знаю, она сохранилась, но она на английском языке. Называется она «Иисус Христос – языческий Бог». Ну вот, и, значит, там как раз вот потомки Радамира или Иисуса Христа, Ажа Мале, которого, значит, глава Ордена Тамплиеров, о котором там кусочек было сказано в этом передаче, да, как раз и был потомком Радамира. И вот Орден Тамплиеров как раз и был создан для того, чтобы хранить детей, значит, Радамира и Магдалины. И вот это все описано в этой книге, поэтому, к сожалению, я не могу всю книгу пересказать, и поэтому вас отсылаю к этой книге. Очень интересный факт, и не пожалеете, когда прочтете. Да, но здесь понятно, конечно, мы Светлане будем благодарны, наверное, благодарны за то, что она написала такую интересную книгу, но здесь Виктор Ильич уточнил, вернее, сейчас… Он уточнил, да, а может быть, было несколько учителей с похожими учениями. То есть, может быть, был Иисус, а может быть, Радамир. Иисус – это тот, который пришел вот туда, вот как раз погибшим овцем Дома Израиля, а Радамир уже позже пришел. Я понял, да, спасибо, что вы, кстати, поклакнули. Я понял, значит, здесь, согласно существующей религии, на самом деле, и вот, кстати, Светлана Левашова в книге пишет, что был, значит, именно еврейский Ешуа, да, вот он и был их мессией, да, и вот на него и кальку Радамира нанесли и сфальсифицировали. И у него было свое, да, там, учение, понимаете. А у Радамира свое. Так вот это учение Радамира, которое книги, я сказал, пытались опубликовать, ее опубликовали, и, значит, в очень серьезном издательстве Сидней, Лондон и, я уж не помню, третий город какой-то такой известный издательство. Потом его ошибка была авторов, что они передали все авторские права этому издательству. Это издательство для того, чтобы эту книгу не распространять, обанкротили, и все права были, значит, скуплены с паразитической системой, все вот так информацию и скрыли. Что же Радамир написал в своем учении? Мы пока об этом не знаем. Надо искать эту книгу. Она говорит на английском языке, а какие-то экземпляры сохранились. Может, у кого-то и есть, кто-то читал, где я не читал, или нет. Я почему подразумеваю, что такие вопросы будут постоянно. Дело в том, что вот если следовать тому, что здесь было озвучено вами, значит, Радамира убили в 1086 году, Магдалену в 1094 году, а крещение Руси было примерно в 988 год, то есть за примерно 100 лет до того, как убили Радамира. Если мы говорим, что крещение Руси было именно учением Радамира, то в этом случае получается, что Радамира еще не было, а крещение уже произошло той верой, которая, вернее, не верой, а религией, более правильно говорить, той религии, которая якобы ему приписывается. То есть получается, что если следовать вот этой дате 988 год или 6496 лето по одному из старинных календарей, то получается, и крестили Русь уже той религией, которая существовала, и она пришла как раз от греков. А потом уже появился Радамир, который в Европе наводил порядок, вводил новые какие-то понятия или возвращал Европу к ведической культуре и так далее. Тут получается, что на самом деле культ Дионисия, скорее всего, правильно называть, то есть крестили Русь культом Дионисия. Выходит так. Да, здесь никаких противоречий нет. Вы правильно все говорите. Я об этом и сказал, что как раз, смотрите, мировинги пришли в отколовшуюся часть Галии, где Константин Великий принял греческую религию за государственную. Это культ Дионисия греческой религии. Вот она-то и была в Европе. И в ее-то и крестили в 1988 году и Русь, и Киевскую Русь. И здесь никаких противоречий нет. Просто они с задним числом потом назвали это христианством. А до культа Дионисия был, значит, Атис, потом тот же самый Бог. Это известные есть фильмы. И, значит, описаны Атис, Адонис. Как вот выходили иудеи из этого, якобы из египетского рабства, так и появлялись новые религии. Атис, Адонис, Дионисий и потом, значит, Христа. То есть на одну и ту же религию одни и те же кальки накладывались, только спасители называли Мессию разными именами. Разными именами, да. Кстати, кто не знает, существуют артефакты, найденные такие медальончики, где изображено распятие, точно такое же, как современное. Вот крест, висящий на нем человек, какие-то внизу кости, череп, и там только написано не Иисус Христос, а Дионис или Дионисий. Так что это на самом деле есть. Совершенно верно. Их нашли много. И еврейские эти, вот в Израиле нашли еврейские археологи, и Библию от того же и Ешуа, как он, и Ешуа. Вот. То есть, реально так и назывались те культы, которые тогда были, и вот они подтверждение им и находят. Только единственное, получается, полное мешанина, как вы правильно говорите, и не могут все подводить к одному, что все это христианство. Поэтому и специально взяли 2000 лет тому назад, отнесли. Кстати, вот рекомендую почитать Фоменко и Носовского. Ведь этот вот Новый Завет, он же был в 15 веке создан. Фоменко и Носовский очень хорошо проанализировали два источника. Значит, они анализируют работу, сейчас я точно не могу назвать по памяти их, а они анализируют Астрогожское Евангелие, Астрогожское Библии. И, значит, еще один там документ Ветхого Завета, да, и сравнивают их, существующие, по-моему, и сравнивают их, показывают, смотрите, то, что написано в этой, якобы, как строение этого Иерусалима иудейского, да, это показано строительство, на базе строительства Кремля, Московского Кремля в 14-15 веках. Очень интересная работа, там очень все доказательства, рекомендую почитать. Это вот как фальсификация делалась и когда она делалась. А с какой целью, понятно. Но вот еще часто нас, даже когда люди говорят о том, что вот Радомир это и есть Христос, как-то не отдают себе отчета, может быть, не знаю, или по привычке. Дело в том, что Радомир это славяно-арийское название, имя, да, такое наше, древнее Радомир, а вот Христос все-таки это не совсем славянское, это как бы помазанник, спаситель переводится с греческого. Это с греческого, перевод с греческого. Да, а с еврейского Машеах. Машеах, да. И получается, что здесь те люди, которые четко указывают на Радомира, о том, что да, вот был такой человек, который сделал для европейской части до Западной Европы очень много и которого потом ну как бы подтянули за уши и назвали Христом, вот они называют Христом. Хотя говорят, нет-нет, это был наш, это был Радомир. И вот путаница еще более усиливается, потому что, когда называют Христом, то тем самым отвергают наше древнее славянское и называют греческим. И кто-то, когда говорит Мессия, то есть, по сути, он называет Машеахом. Это еще другое, это уже иудейское. То есть, такая мешанина в голове у тех, кто говорит о Радомире и называет его Мессией и Христом, что вот здесь вообще вообразить невозможно, что там происходит. И путаницу они сами же и усиливают. И когда говоришь, ну как же он может быть Христом, если Христос это вообще-то не наш, это к культу Дионисия ближе, а Машеах это как раз вот к тому, кого называют Иисус. Вот туда, вот в ту сторону, Ешова, Машеах и так далее, Мессия. Их это ставит стопор, они говорят, нет-нет-нет, это вот, это Христос, это вот, вот однозначно. То есть, какая-то неразбериха вот в наших кругах у людей даже, которые довольно-таки известны, к которым многие прислушиваются, и вот из-за того, что они до конца, может быть, еще не разобрались с тем, что они говорят, потому что, ну по привычке, скорее всего, говорят, вот эта путаница, она еще больше оседает у тех, кто их слушает. Вот как бы нам вот это путаница так распутать и на место все поставить? Все-таки, Радомир, мог ли быть Христос Радомир или Мессия Радомир? Или все-таки Радомир это что-то другое, ближе к нашему и нашей, какими-то другими словами называть? И что вообще он делал? Для чего он в Европу-то пришел? Так вот он-то пришел не в Европу, понимаете, он пришел, в Библии написано, и они сохранили, я об этом же сказал, я послан только к падшим овцам. К погибшим овцам дома Израиля? К погибшим овцам Израиля. То есть он пришел к иудеям, которые были самые первые жертвы паразитической системы, стали самые, чтобы их спасти. Он пришел только к конкретному народу. И с моей точки зрения получается так, вот если анализ, он надеялся, что он их, так сказать, вот расскажет, покажет эти чудеса, исцеление, все, и каким-то образом этот народ вытащит. А там же применялись психически эти, выражаясь современным языком, технологии управления массовым сознанием. И так и, значит, и при распятии они же, значит, высшие иудейские первосвященники, они же на народ, значит, который относился к этому Радомиру очень хорошо, когда он их лечил, там приходил, все боготворили его и все прочее. они же сделали массовое воздействие и плевали его, там бросали, да, а как распяли, они сняли это воздействие и все стали опять, пришли в себя и увидели, что ж мы сделали. Только что мы, значит, рыдали, начали опять плакать, рыдать, что ж мы делали, отдали на распятие его. Помните, как выбирали по всем этим описаниям кого вораву или, значит, кого из разбойников отдать на распятие, когда, помните, Пилат предложил, значит, народу с балкона, значит, кого выбрали, находясь под воздействием, а потом, значит, после того, как распяли, значит, воздействие сняли, дело было сделано, народ иудейский простой и понял, что обманули. Тогда я понял, значит, если Радомир пришел к иудеям, к погибшим овоцам дома Израиля, и он сказал, я пришел только, указал только к ним, да, и дальше, когда он посылал своих учеников направо, налево, на юг, на север, на запад, на восток, идите к народам разным, имелось в виду народам 12 колен дома Израилева, а не ко всем остальным, потому что вот тут такая путаница, говорят, ну как же, он же вот сказал, идите к народам разным, но при этом забывают о том, что он сказал, кому он изначально пришел, и народы разные, они как раз и должны относиться к 12 коленам дома Израилева, это то же самое, когда человек приходит в гости, к примеру, и по забывчивости говорит, я пришел только к вам в гости, я хочу только с вами поговорить, я только к вам в гости, так вот через каждые пять минут он уточняет, что я разговариваю только с вами, я пришел только к вам, и вот так он будет говорить, и он, наверное, задурачка примут, наверное, и выгонит, да, если он сказал, я пришел только к вам в гости, хочу с вами поговорить, и все, Потому что она в голове и так присутствует Поэтому я думаю, что те, кто говорит, что нет-нет-нет Он посылал своих учеников, своих апостолов ко всем народам В том числе и к славянам, и к ариям и так далее То они тем самым или нарушают тот принцип, который Иисус принес Или делают из Иисуса какого-то забывчивого идиотика Который сказал, что я пришел к вам, а потом забыл, что пришел к вам И почему-то ко всем другим посылает Вот тут надо как-то понять Или вы следуете заповедям Иисуса, которого надо уважать И его слова надо уважать, кому он пришел, к тем и надо нести Либо вы презираете его волю, его слова и его мысли, его послания И в этом случае, да, идете ко всем другим Но тогда вопрос А при чем тогда здесь славяне и люди, которые Христа То есть Радомира, как мы выяснили, или Машиаха Привязывают к славянам Я вот тут вообще тогда запутался, может поможет мне разобраться Я здесь считаю так, понимаете, вот здесь как раз была именно фальсификаторами сделана калька То есть взяли, значит, реальные события Я еще раз говорю Реальные события, которые были с Радомиром связаны На него наложили кальку иудейского, значит, Ешуа У которого вполне возможно и были последователи И вот эти вот ученики Дело в том, что никаких учениках Вот поймите Когда говорят о учениках Самое интересное, что никакого учения Христа не осталось А за него написали учения, теории все Безграмотные рыбаки Мы так там какой-то, понимаете Неграмотные люди И вдруг они Был рыбак какой-то И вдруг он пишет Евангелие Следующий там пишет Евангелие А оказывается Сохранилась-то информация Человек, который был Радомир, был грамотный Знал несколько языков И все прочее А за ним ничего не осталось А вот кругом апостолы наследили и написали Причем они совершенно безграмотные Понимаете Вот и никто не видит вот этих вещей Это же нонсенс Как может неграмотный человек что-то описать И написать тем более Выстроить логически какое-то целое учение Понимаете Вот в чем идет абсурдность ситуации И когда А когда привязывается к славянам То надо помнить Что вот Это же здесь уже Так сказать История Которая Ее не вырубишь пером Это то, что Пишут даже Так сказать Традиционные историки Они же говорят Что мы якобы были Славяне-язычниками Да язычниками как раз Называли всех Славяне называли всех других народов Слово языцы Что это народ Разные другие народы А опять же понимаете Вот Партистическая система Она делает все наоборот Она все фальсифицирует У них никаких доказательств нет Этому Хотя существует Куча Исторических данных Того же Страбона И прочих Которые пишут О древних Славянах О гипербореях И прочее Да И Известные факты Но Хитро делают Когда Нужно что-то доказать То Выдвигается Тезис Который Ничем не обосновывается Не имеет никаких подтверждений И он Продвигается И на этом построена Вся современная история И говорят же Что у нас нет Никакого прошлого У нас 1150 лет Ну ладно 1150 лет Правления Рюрика Может бы с этим согласиться Но ведь Есть куча фактов И Куча доказательств И археологических И прочих Которые найдены И показывают Что у нас Величайшее прошлое И Космическое прошлое И документы Но Сразу документы Где об этом говорится Славяно-арийские веды Его Документ запрещают А как связаться Славяно-арийские веды С тем Что я сейчас говорил Это очень просто Все Что начало Происходить Когда начало Откалываться Славяно-арийской Славяно-арийской Ведической империи Отдельной провинции Начинало Происходить Перед Наступлением Ночи Сварога Очередной Которая началась И совпала С крещением Руси В 988 году И об этом Описано В славяно-арийских Ведах Между прочим И Вот это Славяно-арийская Ведическая империя Отреагировала По ссылке Мировингов В Европу В те провинции Которые Существуют Существуют В космосе О чем Знали Наши предки И в них Это понятие Есть только У славян Славяно-арийских Ведах Что Дни и Ночи Сварога Где Говорится О конкретных Явлениях Природного Плана Которые То есть Наша галактика Проходя через определенные Значит Пространственные Неонародности Проходит через Такие места Где Протекают Определенные Потоки Материи Которые Влияют На наши Конкретные Человеческие Сущности То что Называется Душой И меняют Их качество Об этом Написано Славяно-арийских Ведах Что там Написано Что Какие-то Качества Нам надо Развивать И перечислил Какие качества А какие-то Там 16 Я уж не помню Там 20 Лучших Какие надо Развивать Какие Стараться Чтобы Не было Плохих Вот эти Стараться Чтобы этих Качеств Плохих Характер Не было А почему Оказывается Вот В эти Времена То что Называется У славян Ведической Традиции Ни и Ночи Сварога Ночи Сварога Влияли Прохождение Через эти Области Ни и Нороз Таким образом Что Эти Худшие Качества Наоборот У человека Самоприлучиваются Способствовала Развитие Плохих Качеств Понимаете И Наши Предки Поскольку Имели Представление Как устроена Вселенная И Что мы Не одни В космосе И прочее Об этом И понимали И Послали Видите И Славянно-Норийская Ведическая Империя Послала Этих Определенный Орган Иерархов Туда В Западную Европу Чтобы Перед Этим Наступлением Ночи Сварога Как-то Вытащить И Ну Видите Не удалось Не все Задачи Решились Поэтому Мы И находимся В такой Ситуации Которой Сейчас Находимся Но я Почему Вот Возвращаюсь Опять же К Писанию Которое Приписывается Иисусу Что Если Он Пришел От Не Иудеев К Иудеям Чтобы Их Вытащить Из той Проблем Которой Они Попали То в этом Случае Там же Когда К нему Приставала Женщина С тем Что Спасти Ребенка И Плакала Умоляла Его Его Ученики Сказали Почему ты Не поможешь И он Сказал Не бросайте Бисер Перед Свиньями И Нехорошо Взять Хлеб И бросить Его Псам То есть Он указал Что пришел Только К погибшим Дома Израилева Если Он Сравнивает Не Иудеев Со Свиньями И Псами А Пес Это Безродный Это Чего Семь Ничего Не стоит То есть Это Гой Для Иудеев Получается Что Тогда Как Он Человек Который Пришел Славяно-Ариев Если Это Был Радомир Говорит Своим Ученикам Очень Пренебрежительно С точки С точки Вот Именно Не Иудеев Я понял Ваш Вопрос Ну Понимаете Для этого Мы должны Чтобы Знать Что Это Слова Именно Относится К Ардомиру Прочитать Учение Ардомира Я уже Сказал Что Попытка Издать Его Была Но Так И Не Издали А То Что Преподносится Что Якобы Это Его Слова Там Все Фальсифицировано Еще Раз Повторяю Что Ветхий Завет И Новый Завет Написано Все И фальсифицировано 15 век А если Мы начнем Связывать Это Что Такое 15 век С реальной Историей Которая Существует То 1530 год Середина 16 века 15 Вот Как раз С 1500 От 450 Годов Начали Переписывать Капитальную Историю Иначе С проекновения Ватикана Пытаться Проникнуть В Московию Которая Тогда Еще Была При Иване Грозной Ведической А 1530 год Это когда Разрушили Азгарты Риски Когда Были Проблемы В самой Метрополии И этим Пользовались Понимаете Вот И Поняли Что Ага Мы Значит Столицу Разрушили Может И доберемся Скоро До Всей Остальной Империи И Начали Продвигать Более Активно Своей Так сказать Свою идеологию Вот и Вся фальсификация Пошла с тех времен И начали сжигать И почему Я Так сказать Предыдущих Своих беседах Говорил о том Что Вот когда Я Залез Библиотеку Ватикана Да И Нашел Посмотреть Что же там За артефакты На которых История И я Увидел Что там Одни копии Причем Фальсифицированные И Эти же Копии Вы найдете То что Касается Там же В этой Библиотеке Ватикана Там же То же самое По религиозным Этим всем Книгам Можно Вот если Почитаете мою книгу Да Там я прохожу Специально Одна глава книги У меня Посвящена Как Ведические Книги Переделали В Евангелии Различного Рода И это Значит Так она Называется Сейчас Могу сказать Как Эта глава Называется Старинные Религиозные Манускрипты Глава 15 Там я Показываю Как Ведические Книги Переделали В религиозные Манускрипты Их Технология Одна и Та же В Ереване В Матодоране В Британской Библиотеке И прочее Все Лживо И фальсифицировано И Не зря Вы что думаете Зря что ли Значит Сначала Первым делом Петр Первые все книги Значит Предложил свести И Якобы Копии снимать Да А потом Не копии Ничего не осталось Все сожгли А часть Ватикан вывезли Это же Не зря горели Все библиотеки Значит Римская И царьградская И Все И Исчезли И нет ничего Нет никаких концов И поэтому Ссылаться Как ссылаются Значит Современные историки Говорят Что вот эти вот Истинные документы А Я еще раз рекомендую Почитайте Фоменко и Носовского Там они Очень четко Показали Что все Этот Вообще Даже Значит До Начала Десятых годов Не признавали Завет Новый В России Церковь Не признавала Да Но я Все фальсификаты А Вся теория Строится на том Что это Истинные документы И Естественно Апеллируются Все Гипотезы Выстраиваются Именно на этом Понимаете Что это Истинные документы А это все Фальсификаты Вот К сожалению Вот в этих И передачах Я и И показываю И в книге Написал Что Понимаете Масштаб фальсификации Такой огромный Он просто Умопомрачительный Обычный человек Но он не представляет Что это Такое возможно Потому что Сразу возникает вопрос Да для чего это Понимаете Да Но я все таки Так не получил ответ Все таки Те люди Которые говорят Что Иисус Радомир Мессия Это один и тот же Ладно Хорошо Допустим Что это одно и то же Что он был послан К Погибшим Овцам дома Израиля И только к ним И никаких Изменений Он не вносил Дальше Это Насколько я помню Здесь даже Вот у нас В чате Пишется Савил или Павел Только Сказал о том Что у него было видение О том что надо нести Другим народам А сам Иисус Не говорил об этом Так Причем тогда Здесь Получаются Славяне И учения Иисуса Радомира Мессии Христа Которые были направлены К иудеям Почему Тогда многие Славяне Продолжают Уверять Что Христос Он и для славян Тоже Некий Учитель Мессия Христос И так далее Вот я Не могу здесь Разобраться То ли Вот там что-то Не то И Радомир Это все-таки Нечто другое Ничего представляет Или это Если он То что мы говорим Объединенное Вместе То причем Тогда его Учения И славяне Вот для меня Надо как-то Вот этот вопрос Раскрыть Ну я Еще раз Повторю Вот мое мнение Такое Что Поймите Все документы Которые На основании Которых Вот Все Выше Перечисленные Авторы Которых Вы сейчас Сказали Делают заявление Со стороны Славян И прочее Они базируются На том Что все документы Религиозные Это истина В последней инстанции Это правда Это написано То что есть Это к Радомиру Не имеет Никакого отношения То что Радомир Написал Пыталась Распространить Магдалина И об этом Я говорил Вот в сегодняшнем Радиоэфире И Приводил примеры То есть Магдалина После Казни Радомира Приехала Значит На юг Франции И Начала распространять Его Истинное Учение Но его Не дали Распространить Его Я же только что Говорил Что миллионы Людей в Европе Было Только в одной Нарбонской Галии В двух провинциях Миллион уничтожили Это только В Галии А вообще Вот я привел Примеры Приводил Лерентье Этого Инквизитора Испанского Он называет цифры По Европе Миллионные Вот какими путями Убрали Реальное Учение Радомира Естественно Никто о нем Не знает И говорят Это понятно Я же про другое спрашиваю Правильно ли Я как раз Об этом и говорю То есть Истинного То что было написано В истинном учении Радомира Никто не знает А ему приписывается Учение То что Выдается Иудеями То есть Получается Те просвещенные люди Которые За славянство За ведическую Нашу основу За древности Какие-то Когда они употребляют Слова Мессия Христос И те кто Антихристы Те кто против мира Получается что Они в этом вопросе Просто не разобрались Да Я согласен С вами здесь Хорошо Ладно С этим вопросом Разобрались Только как-то мы Заткнулись на нем А еще вопрос уже У нас есть Из чата Вопрос в эфир От Олега из Иркутс Здравия Леонид Григорьевич В официальной версии Истории Трактуется такая Парадигма Что славяне В древние времена Были суеверными Недалекими Собирателями Земледельцами Не имели флота И так далее Но при этом Имеющие Самые обширные Земли проживания Как вы Объясните тот факт Что многотысячные Дружины князей С вооружением Провизии Тыловыми частями Собеспечения Собрались На битву В назначенное время В определенном месте Не имея ни часов Ни сотовой связи Ни спутниковой навигации Топографической привязки Какие технологии Знания Или способности Человеческого мозга Они использовали При этом Благодарю Олег из Иркутска Ну вот Олег из Иркутска Замечательно Написал вопрос И в нем же дал Ответ Правильный Совершенно Что Конечно же Не имея Государственности Не имея А что такое государство Это государство Подразумевает И армию И инфраструктуру И города И технологии Естественно Вот эти все задачи О которых Олег сейчас Написал в вопросе Невозможно решить И Тем более Не имея Так сказать Ни войска Ничего И Собраться В короткий срок А потом еще Победить врага Что чаще всего Делали наши Воины Это невозможно Поэтому Какие технологии Знания Диспособности Человеческого мозга Используют при этом Ну Способности мозга Такие Какие у них были На данный момент А технологии Знания Технологии Знания Значит После катастрофы 13 тысяч лет Тому назад Когда Об этом Говорила Сюда В предыдущие Радиоэфиры Когда Антлань Белая Раса Боевалась Белой С метрополией За мировое Господство И Произошла Катастрофа И Из космического Уровня Цивилизация Опустилась На В дикость Упала Да То Естественно Технологии Постепенно Давались И Давались С учетом Даже на будущее И Вот Подтверждение Того Что Какие технологии Значит Имели наши предки И Очень высокого уровня Я и говорил В предыдущих эфирах Но рекомендую Чтобы не повторяться Их прослушать А примерами Вот Хотя бы последнее Что я приводил Посмотрите Какие Выдающиеся Достижения Имеет Так называемая Скифская Сармадская Культура В области Значит Изготовления Ювелирных Украшений Об этом Был Отдельный эфир Об этом Я рассказывал Приведил пример Какие технологиями Обладали Наши предки Каттеры До сих пор Не могут Даже Современные Это кстати Не все Современные Мастеровые Могут делать Подобные вещи Об этом Это не мое мнение Это Мнение Различного рода Историков Культурологов Искусствоведов Впервые Что-то похожее На Вот те изделия Сарматов Искифов Сумел повторить Приблизительно Фаберже Но это Буквально Не так давно Произошло Конечно Плюс современным Инструментом Да Плюс современным Инструментом Да А те Поскольку Говорят Да Скифы Они Непонятно Как вообще Жили Получается Задницами Шлифовали Эти изделия Вот тогда Какие у них были Наточенные задницы Да Интересный подход А вообще Если так разобраться Вот Если Если мы Смотрим На Слово Такой Паззл Есть Не очень Не нравится Картинка Которая Разбита На фрагменты На маленькие Вот Вся современная История Она строится Как раз Из таких Отдельных Картинок Славяне Они пашут Землю Тяжелыми Металлическими Плугами Другие Говорят Что Славяне Это Мастеровые Которые Живут В городах То есть Гордарика Тот и говорит Нет 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 Славяне Это Не Гордарика Это Какие-то Похожи Больше На скифские Такие Поселения Легко Перевозимые Переносимые Как Казачьи Поселения Полевые Когда палатки Шатыра Разбили Станы Некие И потом Снялись И дальше Двинулись Поход Вот Но Каждый Когда пишут Так вот Отдельно То У людей Которые Не очень Далеки У них Такое Противодействие Возникает Что Как так Кому Верить Но Они Себе Не могут Представить Что Древняя Славянская Цивилизация Или Держава Русичей Она Имела Огромнейшие Просторы И в ней Были И орочи Те Кто Пахали И Собиратели И хранители И учителя И ремесленники И охранники И войска И вот Разные До нас писания Дошли Разные люди Они описывают Только маленькие части Это похоже Как про Слепцов Которые слона изучали Каждый по очереди И что-то свое Рассказывал Но если вместе Все сложить То получается Что вот Такая Огромнейшая Держава Где были И казачьи поселения В виде скифов Сарматов И других Где может быть Как раз Они носили имена По своим князьям Князь там Скиф Сармат Может быть Может быть Там еще кто-то Где были Гордарика То есть Мастеровые Где были обсерватории Похожи на Аркаим Где что-то изучалось Какие-то Производились опыты Эксперименты Где были Огромные Пахотные земли Да много чего было И поэтому Недоумки Они пытаются Спорить И берут тот вариант Который им ближе Подходит А мудростью Мудростью Мужи Там Технологии Были намного Выше Чем Сейчас У нас Есть Когда же Происходили Какие-то Неприятности Вот То что Привели 13 тысяч лет Назад И Во время Гражданской Войны Были применены Многие Техногенные Такие Оружия Очень серьезные И техногенные Катастрофы Произошли Отбросили Нас В каменный Грубо говоря Век То там Применялось Другое Но устройство Устройство Державное Сохранилось И вот тут Кстати в чате Очень интересный Был такой Момент Что У нас Было не государство У нас была Держава А держава Подразумевается То что В государстве Должен быть Государь А в державе Все таки Это самодержаве Когда народ И Здесь Это уточнение Не Выбирает Потому что Выбирание Это демократический принцип Когда Выдвигаются Самоправосглашенцы И из них Уже выбирают Лучшего А в державе Принцип Копного права Когда Назначают Лучшего То есть Собрались мужи Они знают Что вот этот Лучший Ни из кого Выбирать не надо Они просто назначают Ты будешь Вот тем-то Сотником Ты будешь Тысячником Ты будешь Представителем Копа То есть Коповником Ты будешь Там Весь пойдешь Ты будешь Этим Этим То есть Назначают Мудрые Мужи Назначают А не выбирают А демократия Подразумевает Выбирание То есть Например Какие-то Овичи Или кто-то еще Которых много денег Они свои генераторы Проплатили Выставили И вот Из них уже Приходят люди И галочки ставят Кого бы из них Как нового Своего хозяина Выбрать Вот В избранность И назначение Это разное Избранность Это демократический Способ Подхода Который мы сейчас И имеем А назначение Это как раз Державный Который идет От копного Или вечевого Весевого Или кругового Права Как по-разному Кому нравится Сейчас Об этом спорить не будем Но это так Дополнение Которое в чате Можно Ну здесь я С вами соглашусь Но с небольшим Уточнением Что Все-таки Именно Избирались Понимаете Что значит Избирались Именно на основе Копного права Значит Избиралось Каким образом Человек Который мог Руководить Деревней Он выбирался Деревней Его выбирало Главным Дальше Если человек Мог Одной деревней Руководить То значит Он и двумя Мог руководить Собирались Те кто Допустим Руководили Деревнями Они среди своих Выбирали Главного Который уже может Там гордым Руководить Вот на таком уровне А выбирали Единогласно Не так Как сейчас Там Большинством Голосом А единогласно И Вот Почитайте Внимательно Прокопное Право Да Там И кстати Послушайте Сундаков Хорошо По этому поводу Интересно Рассказывает Информацию Он изучил Этот вопрос То есть Там Часто Собирали Значит Общее Собрание Пока Не Как говорится Каждый Не доходил Те Избиратели Что Приходили К единому Мнению Что вот Единогласно Избрали Правильно Здесь я с вами Соглашусь Что С существующими Выборами Это Не имеет Никакого Общего Ну а Слово Избирать И назначать Это все-таки Термины Которые А вот Что Держава И государство Здесь я с вами Полностью согласен Да Я говорю Здесь Скорее всего Несколько Мы по разному Термины Применяем Суть Суть у нас Одна и та же Что Лучше Из лучших Да Лучше Из лучших Достигалось Что Единогласие Да В одном В одном Случае Он мог Назначаться Убеждали Или не Убеждали Выслушивали Противоположное Мнение Очень долго Значит На этой же Копе Значит Пока Значит Человек Аргументы Парил Не просто так Вот Сотрясали воздух А аргументированно Понимаете То есть У наших предков Была высочайшая Организация В этом плане Нам еще идти И идти к ней Да Ну и здесь Говорят термины В терминах Можно еще покопаться Мы говорим Об одном и том же Просто разными словами Назначаем Так что сейчас Не будем просто Тратить на это время Вот здесь Гриш написал Вопрос в эфир Здравия с ведущим И в Евангелии от Матфея Получается заложен конфликт Он же сказал В ответ Я послал только погибшим Увцам Дома Израиля Тут все ясно Дальше Он Стих 12 Послал Иисуса Не входите Идите на ипачек Погибшим Увцам Дома Израиля Мог ли Радомир Назвать нас Язвичниками И изгоями Дальше Итак идите И учите все народы Крестья их Во имя Отца И Сына Святого Духа Учая соблюдать Все что я заповедил вам И сея я вам И сея я с вами Во все дни С кончанием камень Тут получается Нарушение пункта 1 Что думаете об этом Мы уже об этом поговорили Что Если он упомянул Один раз Что пришел Только погибшим Овцам Дома Израиля То он имел все народы Которые относятся К 12 коленам Дома Израиля И дальше Просто он об этом Не упоминает Потому что Рассчитывает Что если это сказано Один раз Что я пришел Именно к вам в гости И хочу с вами поговорить То я с вами и говорю И не надо каждый раз говорить Я пришел к вам в гости Я пришел к вам в гости Я пришел к вам в гости Но он не был таким забывчивым И рассчитывал Что такими же забывчивыми Не будут другие Поэтому здесь мы уже разобрали А так Если запамятовать об этом То конечно Будет здесь противоречие На самом деле Здесь четко было сказано 12 колен Дома Израиля Это все народы Которые к этому относятся И все Наверное дальше Нет смысла Это разгребать Вопрос эфира Торега Из Иркутска В Ингушетии На тему русских названий Городов Местностей И у разных народов мира И написать книгу Благодарю Значит Относится Относиться к этому Новые звездные Новые звездные асы Как привезли их Как этих Беженцев И после того Изолированы они все жили Все расы И когда произошло смешение Вот смешение как раз и произошло Антами В Атлантиде Когда они с красной расой Смешались И Те Так сказать Более Малые дети Эволюционного развития Более Ну дети По сравнению С взрослым Понимаете Не хуже Не лучше А Более Молодые И Приняли их за богов А те и стали использовать И Описано все Славяно-арийских ведах Понимаете Ничего Придумывать Не надо Русский язык Образный язык Вот я просто Переду пример Тут я как-то задумался Над словом Кругом Попадается слово Урочище Слышали такое слово Да И я читал А потом я начал Рассуждать Значит После этой катастрофы Прилетели уры С планеты ура Земля Они помогали Они Поддерживали Давали новые технологии Вот я задумался Что такое урочище Если почитаете Что пишет На эту тему Различного рода Энсклопедии Википедии И прочее Это различного Это участки Местности Причем Совершенно Разные Участки Местности Которые названы Одним словом Урочище Или урочища Озера Поляны От запада От запада Почитайте Урочище Урочище Урочищал Там чистая вода Там можно пить воду Понимаете После Как Чернобыль Понимаете Прошел Вот так Русские слова Дают Если их Вдуматься В их смысл Дают Понимание Вот так В памяти Осталось И то Что вот Олег и пишет Правильно Аса И Асия И Что такое Асия Страна богов Боги Живущие на земле И Правильно Но Книгу Я На эту тему Не Не собираюсь писать И обобщать тоже Я могу Привести Кучу примеров Если хотите Если интересно Русские слова Везде Вот Почитайте Того же Чудинова Тот нашел И в Америке Где только А на картах Я поведу вам Несколько примеров Например В Шотландии Руссия Написано На картах Меркатора 1595-1610 года Написано Руссия Слышали Байда Такое Это место На севере Нашей Родины Район есть Да Байда А После этого Похода Двух походов В Индию Славяно-арейских Когда наши предки Сходили То на юге Индии На карте Того же Меркатора Можете найти Точнее Не на юге Индии А На территории Вот Камбоджи Пень Вот эти В тех местах Там тоже написано Район Байда Вот так наши предки Везде и наследили Так и остался Почитайте Жарникову Кругом следы Русского языка И Весь Так называемый Санскрит Индийский Сплошной Говор Нашего Русского Севера И таких Вариантов Куча И вот Название Где русские Слова Разных Вот Велес Я вам Могу привести Карту Велес Опять же Того же Меркатора 1610 года Там написано В Африке Город Велес И рядом Остров Велес И известная Битва Португальца Там была При этом Велесе Этих фактов Море Просто Вот Такой ответ На ваш вопрос Хорошо Но если мы Оперируем Все-таки Нашими Древними Понятиями То слово Раса Наверное Не следует Применять К другим Каким-то Народам Которые И имеют Другой Цвет Кожи И это Не является Каким-то Оскорблением Раса Совсем Это другое Если вы Сейчас Озвучите Еще Да Раса Раса Переводится Даже Оно Закреплено Международным Что это Белый Чистый То есть Табула Расы Это Белая Чистая Доска Белый Чистый Лист Непорочный И так далее Белый Раса Это белый Это Нисколько Не должно Кого-то Притеснять Или Как-то Оскорблять И так далее Но Вот Когда говорят Белый Человек Это же не Оскорбление Того Что есть Красный Человек Черный Человек Желтый Человек Это Человек Белой Кожей То же Самое Раса Это Одно Название Цветом Белый Раса Человек Человек Белой Кожей И Когда Начинает Говорить Вот Вы Начинаете На другие Народы Наезжать Я говорю Стоп Как Мы Начинаем Наезжать Подумайте Сами Бог Или Бог Многие Кто это Говорит Они же Верующие Люди Независимо В какой Религии Находится Верующие Верующие Отлично Бог Или Бог Создали Разных Людей С разным Цветом Кожей Разные Народы Вы С этим Согласны Говорит Да Мы С этим Согласны Получается Что Если Вы Живете В Божественном Проявлении А не В Демоническом Небесовском То В этом Случа Вы Должны Это Принимать Как Есть Да Мы Это Принимаем Но Получается Что Ничего Плохого Ничего Хорошего В этом Нет Это Просто Так Есть Это Божественная Установка Я Ее Тоже Принимаю Я Говорит О том Что Славяне Считают Что Необходимо Свою кровь Держать Свою рот Держать Чистоте И не Смешиваться С другими И вы В этом Видите Шовинизм Нацизм Или что То Еще Вы Тем самым Идете Против Божественной Воли Говорит Как Это Очень Просто Если Бог Создал Разные Народы Или Боги Создали Разные Народы Значит Эти Разные Народы Должны Так И быть Разными Народами Должна Их Генетическая Особенность Так И оставаться Особенностью Не надо Ни с кем Смешивать Иначе Если Вы пытаетесь Смешать Это Все Вы Идете Против Божественной Воли Если Богам Было Угодно То Они Изначально Сделали Перемешали Все Народы Сразу Генетически И не Было Разных Народов Был Один Народ И Люди Которые Более Менее Здравомыслящие Они Тогда Останавливаются В своих Ахах И охах Против Славян Что мы Хотим Чтобы наши Рода Были чистые И Успокаиваются Но Тех Кого В голове Совсем Тяжело Какая-то Клиника То Тогда Они Все равно Продолжают Возбухать Но Приводят Совершенно Доводы Какие-то Непонятные Необъяснимые Но С точки Зрения Божественности Если Богам Было Угодно Создать Разные Народы То Давайте Частоту Этих Народов Содержать В том Виде Как Они Есть Все Не Смешиваем Каждый Народ Хорош На своем Месте В своем Проявлении С той Генетикой Которая У него Есть Вот Это Априори Должно Присутствовать В наших Представлениях И поэтому Когда мы Говорим Что есть Белый Народ Это Ни в коей Мере Говорит Что Другие Наезжаем Потому Что Мы Также Хотим Чтобы Другие Народы Свою Генетику Содержали В порядке И мы Будем С ними Дружить Мы Будем Их Любить Если Конечно Они Не идут К нам С мечом И Не Подсыпают Нам Яд В стакан В наше Питье И не Травят Наших Животных И наших Жен Детей Не хотят Себе Вравство Вести Мы Будем С ними Жить В дружбе В мире Мы Будем Уважать Даже Культурно Будем Обмениваться И показывать Что у нас Есть Хорошего И смотреть Что у них Есть Хорошего Как Это В наших Заповедях И говорится Но При этом Давайте Не будем Смешиваться Не будем Нарушать Божественные Устой Вот и Все Мне кажется Это Вполне Четкое Объяснение Которое Вкладывается В божественное Если Мы Демонически Хотим То Давайте Все перемешаемся Снимем Штаны И будем Знакомиться Со всеми Попавшимися Все что Движется И будем Смешиваться И так далее На мой взгляд Это неправильно Ну ладно Хорошо Идем дальше Разбираемся Вопрос эфира От Виктора Леонидовича Знаете ли вы Что Фоменко И Носовский Ограничили Историю Шестью тысячами Лет И ввели Это ограничение В программу Расчета Своей Хронологии Здесь Автор Виктор Леонидович Ошибается Во-первых Они Не шестью тысячами Летами ограничили А Они вообще В своей реконструкции Значит Сделали вывод Что Вся история Человечества Насчитывает Тысячи лет Что совершенно Абсурдно К Фоменко И Носовскому Я отношусь Я давно изучаю Это кстати Их Материалы Мы с Фоменко Так по возрасту Где-то Ровесники Поэтому Давно читаю его Не скажу Что Все Вот что мне Так сказать Понравилось Что Фоменко Насовский Впервые Стали показывать Конкретные Эти Документы И Их Анализировать Другое дело Как они их Анализируют Это Так сказать Здесь можно соглашаться Или не соглашаться Но они стали показывать А до этого Советская Историография Там вообще было Было Единственное мнение Какого-нибудь Авторитета Известного Академика И все Это мнение Или подтверждали Или Не подтверждали И делились на школы Школы таких-то Школы таких-то Это вот то Что было В советской Историографии Фоменко Первый Что Фоменко Ионосовский Первый Кто нарушил Эту Так сказать Ситуацию Стали давать Показывать Реальные документы Но то Что На базе Этих Реальных документов Какие выводы Они делают Мне очень грустно Как говорится Я с этим Полностью Не согласен И Опять же Причина Их Заблуждение Я думаю В том Что они считают Многие документы Которые Они критикуют И Тем не менее Они базируются На них И делают На этом Базисе Выводы Понимаете А они Фальсифицированы Поэтому А то Что тут Автор написал 6 тысяч лет Ограничили историю 6 тысяч лет Просто они Эту Линию Неправильно Понял Они Признают Что раньше Значит Было Новое Старое Ретоисчисление От сотворения Мира Но они Понимают Сотворение Мира По-библейскому Что это Господь Бог Сотворил Землю 6 тысяч лет Назад 7 тысяч лет Назад Понимаете А это В 1700 Году Петр I Вел Юлианский Календарь А до этого У нас было 7 тысяч 7 тысяч 524 Лето На сегодняшний День Будет 22 Сентября 25 Пойдет От сотворения Мира От подписания Мирного Договора После победы Тяжелейшей Победы Над Аримами Китайцами Об этом Так сказать Фоменко Не пишут Они считают Что у них 6 тысяч лет Это от Библейского Срока А что они Там Ввели В ограничение По программе Расчета Новой Хронологии Это уже Математические Статистические Методы Это модели Туда что Введешь То и Получишь В этом плане Они Молодцы Они увидели Хронологический Сдвиг И с этого В них Все и началось Копание Что Вы видели Что Периодически С определенными В 300 Там И другими Сроками Повторяется Наложение В истории То есть Фальсификаторы Когда начали В 15 веке Переписывать Историю Чтобы скрыть Следы Славяно-арийско-ведической Империи Им надо было Заполнить Вот эти дыры Которые у них Образовались В той истории Которую они С Каллигером Писали С монахами И другими Питавиусом Они Стали ее заполнять Дубликатами И вот эти Дубликаты Они увидели С помощью Математическо-статистических Методов Фоменко Математик По образованию Академик Они Нашли эти методы И достали Дальше копать Ну а чего Накопали Фактов они накопали Интересных много А выводы делают Реконструкции У них совершенно Никуда не годится С моей точки зрения И я с ней не согласен Здесь наверное Надо подходить так Не хороши ли Не плохи ли Фоменко с Носовским А просто смотреть На те труды Которые сделаны Вот есть У любого человека Есть что-то Верное Правильное И что-то под сомнением А есть где-то Может быть ошибочное Поэтому Это не говорит о том Плохие они люди Или хорошие То что они сделали Это великое дело Они хотя бы Пытались разобраться В том что было А вот какие выводы Правильные или неправильные Это наверное Здравомыслящие люди Должны для себя Определить И сами решить Вот Это на мой взгляд Так надо подходить И дальше Все-таки не Господь Бог сотворил землю В Ветхом Завете В первой главе Которая называется Бытие Там написано Бог создал А Господь Появляется только во второй А если мы обращаемся К первой источнику То там вообще говорится И Аллахим То что говорит Боги создали Вот в первой главе Бытия Там представляется Упрощенное Ведическое Мировоззренческое Такое Структурирование Воссоздание Всего нашего Мироздания То есть когда Боги что-то создавали И потом Когда они все создали Был некий наместник Друг появился Господь Который назывался Бог И он уже Тут начал Свои чудеса Творить Заниматься Тем Что в лаборатории Создал Своим Искусственным путем Из пробирки Того Кого Называют Адамом Потом Генетическим Клонированием Создал ему Подругу Которая называлась Потом Ева Ну и так далее Поскольку там Видимо Что-то у Адама Не пробиралась То Ева Говорила И Вложила Бог В меня И так далее Но это Отдельный Разговор Ладно Продолжаем Дальше изучать То что К нам В чате Написали Наши радиослушатели Вот Все никак не успокоиться Евангелие Разбирает Здесь Что там Кто сказал Куда Друзья мои Евангелие Вообще надо Придлиться Совсем уважением К этим Писаниям Надо понимать Что очень много Было переписано И откорректировано На вселенских Соборах Поэтому Это первое Во-вторых Надо понимать Что писал Все-таки Не сам Ешева Мушах А писали Ученики Учеников От имени Учеников Кто-то Где-то Что-то Сказал Поэтому Там Много Что Было Уже Написано С поправками Потом Много Что Правилось Что-то Оправлялось В апокрифы И так далее Поэтому Здесь Противоречий Огромное Количество И Строить Вот Именно Нашу передачу На книги Которая Содержит Кучу Противоречий Наверное Это не совсем Правильно Да и Жизнь свою Строить На том Что противоречий Много Имеет Тоже Не совсем Правильно Мы ищем Не противоречия А мы ищем То что касается Нас Это на мой взгляд Более правильно А копаться В противоречиях Тем более Других Иных народов Но это Не наше дело Пускай они сами Ищут противоречия В своих писаниях И так Дальше Вопрос Эфир От В Ветхом Завете В Бытие Главе 11 Указано Что на всей земле Был один язык Одно наречие Последние исследования Ученых Чудинова Тюняева Берестяные грамоты Другие Указывают на то Что это Язык наших предков А наречие Скорее всего Арабское Так как в Новом Завете От Матфея Иисус Несколько раз Говорит Своим ученикам Про утешитель Который придет После него Утешитель По арабски На арабском Мухаммад Магомед Что интересного Добавите по этому поводу Благодарю Значит Начнем По порядку Вот Опять очередной Вопрос И опять Про Ветхий Завет Значит Вопрос Кто-нибудь Тору читал Я читал Так вот Это не мое заявление Это не мои выдумки Что Это заявляют Равины Иудеи Говорят что Ветхий Завет Это Тора В основе Тора Понимаете Если не считать Первоисточник А делать выводы А почитайте Что в Торе написано Ну никто же Тора Это не читает А все ссылаются На Ветхий Завет Послушайте Что говорят Тора Пяти книжья Пять книг только Открыто Дано Все остальные Секретные Это не я Придумал Это говорят Иудейские Первосвященники Но кстати Перевод Торы Синодальный перевод Торы Синодальный перевод Ветхого Завета Они практически Идентичны Там отличаются Несколькими фразами Так если разобраться Есть интервью Известных Иудейских Первосвященников Они объясняют Что такое Тора Что такое Талмуд Что такое Ветхий Завет Они четко Там все рассказывают Они не будут врать Понимаете Они пишут Теперь пойдем дальше Что там написано В главе 11 Что на земле Был один язык Одно наречие Естественно Правильно написано Один язык был Русский Понимаете И Тора Ветхий Завет И Славянные Рейские Веды Пишут об одном И том же Только Славянные Рейские Веды Пишут На тот период Победили наши А сейчас победили Не наши И все А там описаны Одни и те же события Вот это Проанализировал Николай Левашов В своей книге Книгу запретили И сказали Экстремистские Нельзя читать Чтобы люди Не знали этого Не интересовались Не понимали А он все четко Там доказал Никого не оскорбляя Никого не унижая Цитируя Конкретные Эти Документы Тору И Ветхий Завет И все Ее запретили Так же Как и Славянные Рейские Веды Сейчас запретили Под надуманным предлогом Только чтобы люди Не думали Чтобы не интересовались Потому что там Есть так сказать Правда Теперь Чудинов-Тюняев Берестяне Грамоты Указывает на то Что это язык Все правильно Автор задающий вопрос А вот дальше Опять он переходит Скорее Наших предков Наречие Скорее всего Арабское Значит Арабский Вот это Арабская весть Которая Это опять же Не мои домыслы Это Есть Исследования Арабистов Вот как только Появился Сайт Новой хронологии Это где-то Наверное Я по крайней мере В начале 90-х годов Ну я вот В интернете 1994 года Да Вот где-то Тогда Появились Первые Сайты По новой хронологии Там были Значит Работы Авторов Арабистов Которые Профессионально Занимаются Арабским языком Там доказано Что Это если Арабские Ведь Там согласны Одни буквы И Разница в том Что Мы пишем Слева направо И читаем А там пишут Справа налево И читают В другую сторону Да Так вот Если Эти согласны Огласовать Ставить Гласные буквы То будет Русский язык И Это Доказано Что Это Наши предки Использовали Вот Эту Арабскую Вязь Так называемую В кавычках Это Был Как Для Шифрования Военный Язык Военные Используют То есть Для того Чтобы скрыть Информацию Вот такая Так Информацию Передавали А Арабы Потом Просто Это Взяли И И Использовали А там Придет ли Утешитель На арабском Мухаммад Магомад Ну Ничего Не могу Добавить По поводу Какой Отешитель Очередной Придет Ну Придет И придет Ладно Я же к ним Придет Давайте разбираться Своим Тут со своим Разобраться А мы Лезем Куда-то Туда Ну Пускай Люди Вот У них же Есть свои Пророки Есть Свои Святые Ну Хорошо Пускай Эти пророки И святые Есть Так Это У них Извините Каждый человек Волен Верит Во что Что он хочет Пусть он верит Я Так сказать Не настаиваю Это Хотят верить Пусть верит Ну Конечно Это же их история Их древность Ну пускай с этим разбираются Почему мы туда лезем У нас Своего Тут Пруд пруди Еще разобраться Да разобраться В жизни может быть Не хватит А мы все время Тратим Своё время Свою жизнь На то Чтобы разобраться С чем-то там Другим Но это не наше Это их Да Это надо знать Да Это как-то надо понимать Но Нам и так Это уже навязали Потому что Мы родились В этой Всей парадигме Нам уже Библейскую парадигму Вложили Неважно Были ли вы атеистом Были ли вы там Христианином Мусульманином Или там Иудеем Уже-то вас вложили Все И мы в этом Мире Жили И продолжаем жить Но со своим Надо разобраться С чужим-то мы уже Успели разобраться А вот Давайте все-таки Переходим к вопросам От Михаила Из Москвы Лен Григорьевич Можете рассказать Откуда Терновый венок На На казни В Радомира Его значение И был ли он Вообще И почему На рисунке Он фотографию Приводит Люди Висячие Вместе с Радомиром Завязанными глазами На одном из рисунков Которые вы там Как иллюстрацию Я понял Я понял Значит вот Ну Терновый венок На самом деле Ведь Какой был Это Я так понимаю С точки зрения Издевательства Просто Ну Во-первых Терновник Он Шипами Это раз Если вам Надеть его На голову Да И Шипами Будет раздражать Это болезненно Раз А второе Как бы Унизить человека То есть Лавровый венок Это был Из этих Листьев лавра Это Венок победителя Всегда А вот Терновый Это как Венок Как в наказании Понимаете Вот Издевались просто Ну Я уже рассказывал Что Люди Простые люди Которые Значит Были введены С помощью Пситехник Воздействия И Плевали там И Бросали Камни Пока он там шел На Голгоф И поднимался Ну и вот Напялили на него Это терновый Венок И Значит А теперь Почему Был ли он Или нет Ну раз Художники Значит Рисуют Понимаете И Многих Рисует Это Значит Скорее всего Был Потому что Люди Так вообще Ничего не придумывают А особенно Художники Это вот Понимаете Фальсификаторы И пользуются Этим Говорят Что вот Это вот Художник Имеет Так сказать Такое право Что хочет То и Творит И так Нарисует И эдак Нарисует А вот Я когда Разобрался С фальсификацией Что понял Что Чудес Не бывает Все художники Которые Рисовали В старые времена Да Особенно Выдающиеся Художники Человек Ответственный Который Понимал Что он Передает Информацию Другим Поколениям Он старался Плоть до Самых Малейших Деталей Передать Правдивую Информацию Это уже Позиция Настоящих Художников Понимаете И Художники Настоящие Великие Они среди Разных народов И неважно Какой национальности И И И Прочие А почему Люди Которые Висят Вместе С родомером Там еще Двое С зарезанными Глазами Ну Не знаю Повязку Кому-то Одели Кому-то Не одели На глаза В этом Смысл Я не изучал Для чего Эти повязки Нужны Следующий вопрос От Олега Из Иркутска Хотелось бы узнать О первых изображениях Ликах Иисуса Христа В каком веке Официально По какому И По факту Они впервые Фигурируют В истории Кто первый автор Видел ли он Живого Живого Иисуса Видимо так Или писал его По рассказам Очевидцев А может быть Иисуса Срисовали С древних Славянских Образов Ликов Кумиров Капов И так далее Благодарю Олег Из Иркутска Так Первое изображение Ну Во-первых Что такое Первое изображение Это достаточно Трудно Понимаете Это Я этот вопрос Не изучал Что является Первым изображением Иисуса Где они Чего Ну по крайней мере С того Что я читал И знаю По этому вопросу Мне Там нет Такой системы Что вот Это первое Изображение Иисуса Христа А это Вот более Позднее Поэтому Здесь Ничего не могу Сказать Когда Где впервые Фигурируют В истории И когда Единственное Есть великолепный Фильм Американский Я название К сожалению Его не помню Большой Двухчасовой Документальный Фильм И не один По-моему Который показывает То что я говорил То есть Вот эти религии Которые были созданы Это социальное оружие Которые были созданы Сначала В Древнем Египте Для Того Чтобы управлять Рабами То есть Историю Почитайте Да То есть Для аристократов Была одна Религия Значит Для простых людей Другая Для рабов И И дальше Там Атиса Адониса Дионисия Одна и та же Калька Все Эти Эмиссии Родились в один день 25 декабря Всех одно и то же Понимаете То есть Люди давно Проанализировали Эти вещи И написали И показали Но Основная масса К сожалению Людей не хочет Этого видеть Не хочет узнавать Не хочет менять Свои взгляды Ну хочется верить Ну пусть верит Никто не против Кто во что верит Понимаете Есть Библия Дьявола Есть такой Талмуд Не Талмуд А огромный Этот Манускрипт Совершенно фальсифицирован Ее специально написали Якобы за одну ночь Его написать за одну ночь Он хранится Кстати По-моему В Числоваке Сейчас Или в Швеции Возит его туда-сюда Библия дьявола Кто хочет Поищите В этом В гугле Найдете Это Якобы монах За ночь написал Потому что Ему кто-то продиктовал В одну ночь Вот такие сказки ходят Там вся якобы история описана Всех народов Все алфавиты описаны Вот понимаете Кому-то нравятся Вот эти сказки Они верят в эти Библии Дьяволов И прочее Ну это их право Они Ученые Изучают Высматривают Анализируют Там что Где Чего нарисовано А Выводы Делать Совершенно Неверные Понимаете Поэтому По поводу С кого Срисовали Иисуса С древних Славянских Образов Или чего С кумиров Капов Не знаю Такой информации Нет Вообще Нам сообщают О том Что у славян По крайней мере На территории Московии Да Вообще Портретов-то не было Так называемых Парсунов И первые появились Только при Алексея Михайловича Романове А уж То что вы пишете Про Древние образы Лики Кумиры Капы Мы отсутствуем Понимаете Мы отсутствуем А соответственно Отсутствуют Разные образы Лики Кумиры Мы дикие Вылезли недавно Из пещеры Из деревьев Слезли Хорошо Так Еще вопрос Эфир от Виктора Ленингрича Знаете ли вы Что Фоменко Мясовский Обнаружив Проблемы В исторических Источниках Фальсификации Повтор Отсутствие Информации За какой-то Период времени Просто исключили Эти периоды Времени Из хронологии Знаю Больше вопросов Нету Виктор Я смотрю Все время Задает вопрос Проясните Что я знаю О Фоменко Иносовском Или нет Ну многое Чего знаю О Фоменко Иносовском Ну вот Вопрос Как-то Далек От того Что Мы сегодня Обсуждали На нашем Радиоэфире То есть Да Первое Что Фоменко Иносовский Фоменко Я еще раз повторяю Академик По математике Могу даже Рассказать Какие Эти В каких Областях Так сказать Ну поскольку Какие Вещами Я профессионально Так сказать Занимался И использовал Труды Базирующиеся Разработки Программы Базирующиеся На Так сказать Трудах Фоменко Так вот Соль-то не в этом Что Они обнаружили Пробелы Они нашли Я уже говорил Что нашли В источниках Не пробелы А в хронологии Нашли Повторы Хронологические Что одни и те же События Но Значит Описаны Многократно Причем С этими Повторами 300 лет И так далее И там Повторяются Платон Но под разными именами Допустим Философ Платон Философ Плетон Еще Какой-то Философ Или цари Там Под одним именем А биографии У них Полностью Чуть ли Чуть ли Совпадают У них там Одинаковое количество Жен Одинаковое количество Детей И так далее Вот Увидев эти повторы Они начали Анализировать Исторические источники И Значит Дальше Что пишут И Исторические источники Фальсификации Ну просто Высыпали то Что не вписывается Повторы Отсутствие информации За какой-то Период Просто исключали Эти периоды Времени Из хронологии Они попытались На базе Вот того Что они определили И нашли Закономерности Которые они Увидели Что это фальсифицировано Да Они попытались После этого Выставить свою Свою Хронологию И назвали они Это реконструкцией Вот с их реконструкцией Которая в итоге У них вылилась В теорию о том Что современная цивилизация Насчитывается всего лишь Там Тысячу с небольшим лет Я полностью не согласен Ну что ж Вот в принципе Мы все вопросы Уже и озвучили В чате продолжается Обсуждение Активное Тут и Уже и Кабалу Припоминают И уже Или Литус Ход пошла Читайте Тору Тогда с Ветхим Заветом Разберетесь Нет Я имею ввиду Что вот Тут пишут В Иудейской Кабале Книга Загар Лилиджина Самоэля Мать демонов Вот Ну да Но только Многие говорят о том Что все-таки Кабала Это не наша А Библия Это наша Типа Кабала Это иудейская А вот Библия Это наша Вот Так что Доводы такие Люди Которые христиане Например Они не воспринимают Это я отвечаю Тем людям Кто пишет Ну ладно Мы в общем-то Развучили И еще такая фраза Прозвучала Вот когда сказали Что Ну Бог с ними Хотя я в Бога не верю А что имелось ввиду По словам Бог Верю-не верю И кто такие вообще Боги в нашем представлении Или в вашем представлении Ну Я имею ввиду Что в том традиционном Понимании Бога Который Так сказать Считает Кого под богами Понимает Современная Религия И прочее Я в этих богов Не верю То есть А наши предки Богами Называли Совершенно других То есть Эволюционно развитых людей Вот Поэтому В принципе Каждый человек Может стать богом Если будет Правильно развиваться Значит Правильное развитие Это Через Просветление Знанием Об этом написано Славяно-арийских ведах Золотой путь Восхождения Восхождение По золотому пути Как иерархи С других планет Приезжали На нашу Медгард-Землю Для того Чтобы пройти По золотому пути То есть Чтобы И написано Какой источник Был помещен Значит В Медгард-Земле И что он давал И что он позволял Для Богам И что Давал людям Читайте Наши Так сказать Хоть и запрещенные Но Наши Реальные документы Нет И человек Проходящий Меру жизни То есть Переходящий Через смерть В миры иные Он Там Развивается Дальше Идет По пути Золотого Развития По лестнице Золотого восхождения И в этом И в этом случае Он уже Вроде Человеком Не является Но при этом Находясь В мирах Где множество Измерений Может Мысленно Энергетически И по другому В эти миры Входить Смотреть Что здесь происходит Давать Какие-то Знания Наталкивать На какие-то Мысли И так далее Поэтому Бог Это не только Аз Человеческом Облике Бог живущий На земле Но Боги Это еще и те Высокоразвитые Уже Сущности Которые стали Более чем Сущности Которые живут В мире славе В мире праве Находятся Или через Миры праве В мире славе С нами общаются Находясь при этом В других мирах С другими измерениями И так далее То есть Здесь Не надо С одной стороны Упрощать С другой стороны Усложнять Вот как-то Ведическое наше Мировоззрение Оно с одной стороны Кажется Может показаться Кому-то сложным А кому-то Слишком упрощенным Там Когда Кто-то Собирается Около Как там говорят Идолов Или истуканов И вот Перед ними Бьют поклоны Руки вверх вздымают Огонь там Разжигают И так далее Это упрощенное Представление И наоборот Более усложненное Когда там Начинают что-то Додумывать Придумывать Вот Все что в жизни Есть у нас В человеке То и проявлено В тех мирах Только где-то Более Что-то правильно Энергетическое Ментальное Или что-то еще Где-то менее Проявлено Может быть Физическое В нашем Представлении Там физика Другая Поэтому Смотреть надо На этот мир С точки зрения Как учили Наши предки Более широко А не утыкаться Вот через шоры Какую-то маленькую Щелочку И говорить Что да Вот это Он и есть мир Вот такой Посыл от меня Ну что ж Все вопросы Мы озвучили Час продолжает Бурлить Добавить Если хотите Конечно Значит Вот Я изучил Книги Николая Левашова Сущности Разум Недонародная Вселенная В которых Описано Что такое Человек Как устроен Космос Как устроена Вселенная И Эти книги Дают ответы На вопросы В том числе И По вопросу Богов То есть Человек Который Развивающийся Человек Развивается Не физическое Его тело Развивается Его сущность И Как правильно Сказал Алексей Смерти нет И в книгах Написано Значит Значит Мы Как бы Значит Хорошее сравнение Есть по этому поводу Что вот Пока человек Не достигает Уровня Космического Да Вот В своей книге Я там написал То есть Вот есть Гравюра Известная Где Там Нарисован Кстати Славянин Славянской одежде Он там голову Просунул Вылез За атмосферу Земли И смотрит Как устроен Космос Он совершенно По-другому Устроен И Она там Называется По-другому Так В этой гравюре Кстати Очень много Смысла То есть Наши предки Знали Что вот Когда человек Заканчивает Свой эволюционный Путь развития На земле То есть Набирает Семь Тел Что написано У индусов Которые Знания Которые дали Наши славяне В ходе Двух Походов Славяно-арийских В Индию Индусы Считают Что Они как поняли Так и поняли И считают Что вот Наработка Семи тел Это все Финиш Значит Дальше Развиваться Нельзя А это Только Нулевой Начальный Оровень Развития Космический И дальше Человек Может уже И покидать Человеческое Существо Может покидать Пределы Планеты Пока Нет Семи тел То Значит Привязан Человек К планете Это вот В этих книгах Там все Объяснено Причем Объяснено Нормальным Языком И с научной Точки Зрения Понимаете И Понятно Как Что должна Делать Сущность Как Развиваться Как Значит Развитие Сущности Происходит Как Наработка Тел Как Она связана Наработка Тел С теми Первичными Материями Которые Образуют Нашу Вселенную А их Семь Всего Поэтому Число И семь Считается У нас Таким Эзотерическим Как бы И Значит А это Просто Семь Первичных Материй Которые Создана Наша Вселенная Тут Я могу Уже Переходить И на физический Язык Но Думаю Сейчас Это Многих Неинтересно Будет Я могу Рассказать Что представляют Себе Эти семь Первичных Материй С точки Зрения Физики Это Фотоны Оптического Диапазона Если Кто-то Физику Знает Тогда Он Поймет Но Это Отдельный Долгий Разговор Поэтому Надо Читать 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 Книги И Соответственно Изучать Пытаться Разобраться Самостоятельно Мыслить Не Подходить Шаблонно К разным Вещам И Тогда Будет Понятны Многие Ответы На Многие Вопросы И Тогда Та информация Которую Вы Изучите Она Как бы Станет Вашей Информацией Она Не Будет Шаблонной Не Стереотипной Вы В состоянии Тогда Сморти Объяснять Многие Процессы Которые Происходят В природе В Человеческом Социальном Социальном Организме Поэтому Говорили Древние Познай Себя Познаешь Мир Поэтому Человек Должен Знать Как Из чего Он состоит Что он Представляет Из себя Что Человек Это Не только Физическое Тело У него Еще Есть Сущность Или Душа И Узнать Как Устроен Мир Как Устроена Вселенная Что Кругом Существует Миллиарды Миллиарды Цивилизаций Только Нашей Вселенной Они Одни Мы Продвинуты Как Нам Цари Природы Такие Да Как Нам Объясняют Которых Природа Постоянно Сметает В итоге Вот Это Неправильный Парадигма И Неправильный Взгляд На Природы Приводит К тому Что Мы Цари Природы Как Правильно Стал Алексей Угробили Полностью Эту Природу Разрушили Экологию И И Дальше Продолжаем Разрушать Вместо Жить По Правильным Природным Законам Которые Известны Были Нашим Предкам И Которые Есть И Описаны В Старой И Новой Литературе Но Которого К сожалению Наши Враги Запрещают Для того Чтобы знания До людей Не доходили Чтобы Люди Не могли Развиваться Чтобы Их Могли Использовать Как Рабов И Откачивая Жизненную Силу Это Все Ну Что ж В заключение Как у нас Есть Такая Практика Хорошая Традиция Желать Что-то Хорошее Доброе Нашему Радиослушателю Пожалуйста Да Ну Значит Я Надеюсь Что Сегодняшний Эфир Был Полезный Для Радиослушателей Они Что-то Знали Новое И Значит Что Хотел бы Пожелать Что По крайней мере Из вопросов Которые Видны Которые Приходят Да Ну Значит Такой Вывод У меня И Предложение Значит К радиослушателю Что не надо Никогда Останавливаться На том К чему Вы пришли Вот Есть у вас Какой-то Багаж Какой-то Базис Его надо Постоянно Расширять Постоянно Сомневаться Так ли Это Или Не так И Искать Искать Что-то Новое Не Ограничиться Только Лишь Узким Кругом Видения На какие-то Процессы Или на Какие-то Проблемы Чем Шире Человек Смотрит На мир На все Окружение На Разные Сферы Жизни Чем Более Он Интересуется Разнопланово Разными Вещами То есть Например Он интересуется И здоровьем И Медициной И Наукой И искусством И культурой И языками Чем больше Человек Интересуется Тем больше Он знает Тем это Способствует Его развитию Но Не надо Забывать Что при этом Надо еще и Действовать То есть Просто-напросто Поглощение Знаний И как Копилку Наши предки Чему учили Надо отдавать Все людям Отдавать Людям А К чему Нас Учит Существующая Потребительская Система Значит Потребляй 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 Ничего Не отдавай То есть То что Создано Сейчас И продолжают Нам навязывать Совершенно Противоречит Всем Нашим Старым И старинным Книгам И Тем знаниям Которых Напишено Где написано В книгах Какой образ жизни Какое Миропонимание Было У славян Как жили Древние роды И вот Наша задача Как раз И Возвращаться Понимаете Не в прямом смысле Возвращаться К тем Обрядам Или Каким-то Значит Знать обряды Которые были И Значит У славян Это интересно Надо знать Но Возвращаться Напрямую Нет смысла Надо подходить Так сказать Уже С новых высот С нового Но Вот Новое знание Новая Информация Надо Фильтровать Всю информацию Учиться Правильно Из Общего Массива Информации Которая Он огромный Находить То С чем Вы Резонируете Определять Что это Верная Информация А это Лживая Видеть Если уже Вы научились Чему-то Прочитав Книгу Допустим И поняли Из нее Что Вот Каким образом Какими методами Фальсификаторы Используют Для фальсификации То Уже Постарайтесь Своей Жизни Применять И Значит Видеть Эту Ложь Эту Фальсификацию Постарайтесь Рассказать Другим Людям Открыть Их Глаза Чтобы Они Проснулись То есть Мы Все Должны Действовать В одном Направлении На благо Нашей Родины Чтобы Опять Возродить Нашу Родину У которой Величайшее Великое Прошлое И Которое Нельзя Ничем Не замарать Никакими Баснями И сказками Которые Нам пытаются Навязать Историями Которые Преподобили В школах И университетах Это Написано Есть книги И Поэтому Вот Желаю Всем Радиослушателям Идти Именно В этом Направлении Управлении Просветление Знаниями А Для этого Чем мы Вы разносторонние И мы все И многограннее Будем смотреть На разные Значит Проблемы С разных сторон Тем более Полно Мы увидим Существо Этой проблемы Истина Одна Чем Многограннее Мы будем И исследовать Этот предмет Мы ближе Будем приближаться К истине Чего я Желаю Всем Радиослушателям И еще Знаете Что немаловажно Вот Если вы поняли Что Есть Фальсификация И Как Она сделана То Всегда Рассматривайте Проблему Уже с этой Точки Зрения То есть Если вы Знаете Что Значит Допустим Вот Фальсификация Допустим Конкретных Произведений Искусства Да То Когда Когда Смотрите Какие-то Художественные Произведения Да И у вас Что-то Сомнение Вызывает То вы Попытайтесь Проанализировать Из того На основании Того Что вы Знаете И Подтвердить Или Подтвердить Свои Сомнения Вот Мне тут Недавно Прислали Одну Гравюру Да То есть Человек Прочитал Книжку И Прислал Гравюру Что Вот Я Думаю Что Это Значит Она Фальсифицирована И Высказал Свои Предположения И мы С ним Посмотрели И Значит Увидели Да Там Разобрали Эту Гравюру Увидели Там Кучу Фальсифицированных Фрагментов Вот Это Понимаете Когда Вы Самостоятельно Находите Что-то И То Что Подтверждает Это Самое Лучшее Доказательство Все Спасибо За Внимание Хорошо Благодарю За Очень Содержательную Беседу Которая Сегодня Получилась Мы Будем дальше Продолжать Пятую Шестую Седьмую Версию Или Что-то Новое Будем Разбирать В следующих Эфирах Давайте Подумаем На эту Тему Алексей Тогда И решим Хорошо Не готов Дать ответ Прям Хорошо Но в любом Случае Я думаю И считаю Что Такие Интересные Эфиры Надо Продолжать Надо Разбираться В своем Наследии Надо Разбираться Именно В наследие Так Как Оно Есть И Понимать Почему Кто И как Его Сфальсифицировал Потому что Если мы Это не будем Осознавать То в этом случае Мы будем Находиться В подчиненном Состоянии О подчиненном Состоянии Хозяин Своей земли Хозяин Своей жизни Находиться Не может Иначе Он будет Не Хозяин Это простая Аксиома жизни Которую Надо Учитывать Итак Напоминаю Что сегодня У нас По одному Из современных Календарей 13 июля 2016 года Среда По одному Из старинных 12 день Месяца Получения Даров Природы 7524 Лета Пятница Мы говорили Про методы Фальсификации Культуры И искусства Часть Четвертая Главный Сведущий Феденко Леонид Григорьевич Я желаю Вам всего Самого Самого Доброго Напоминаю С вами был Народное Славянское Радио Алексей Орлов До новых Славянское Радио Все нужно Все важно Редактор субтитров Редактор субтитров Редактор субтитров Корректор Редактор субтитров